Необычный федеральный закон – это действительно системообразующий акт, который вбирает в себя основные нормы, регулирующие вопросы отрасли. Кодекс, безусловно, должен быть рассчитан на многолетнее использование и применение. И, наверное, ничего нет более худшего для кодекса, чем его регулярная ревизия, концептуальное обновление и вообще принятие нового кодекса. Потому что новые правила игры для отрасли в любом случае – это очень большое потрясение. И, безусловно, потрясением, наверное, в 2007 году стал и новый лесной кодекс, который кардинально поменял правила игры. Многие из присутствующих здесь работали еще при кодексе 1997 года, безусловно, работали еще в системе лесхозов. Значит, новый кодекс все-таки концептуально ввел новую модель, сохранив право собственности Российской Федерации на земли лесного фонда. Система управления в лесном хозяйстве была кардинально изменена. Основные полномочия в сфере лесных отношений были переданы на региональный уровень. Вопросы нормативно-правового регулирования были сохранены за федеральными органами исполнительной власти, наряду с вопросами по контролю и надзору в сфере лесных отношений. Поэтому, с моей точки зрения, возможно, со мной можно будет поспорить. Я надеюсь, что сегодня состоится содержательная дискуссия. Когда мы говорим о новом кодексе, безусловно, нужно, наверное, искать вопросы на основополагающие вопросы, связанные с тем, как кодекс эти вопросы должен регулировать. Такие развилки, я считаю, для нас достаточно очевидны. Справедливо ли сохранение права федеральной собственности на земли лесного фонда? Или мы сегодня уже готовы к тому, чтобы допустить передачу лесов в частные руки? Это вопросы, безусловно, кодекса и, возможно, даже более содержательной дискуссии, чем обычный вопрос, или более широкой общественной дискуссии, чем вопрос, связанный с принятием даже такого законодательного акта, как кодекс. Справедлива ли сегодня система распределения полномочий? Насколько сбалансированы полномочия между уровнями государственной и муниципальной власти? Насколько эффективно сегодня реализуются эти полномочия? Насколько привлекателен лесной сектор для инвесторов? А ведь действительно основная идея кодекса 2007 года заключалась в том, чтобы внедрить именно рыночные механизмы в лесное хозяйство. Все прекрасно знаете, что лесное хозяйство – это отрасль консервативная, она, в общем-то, в неизменном виде и практически в неизменной структуре существовала в Российской Федерации, в том числе, равно как и в Германии, и во Франции, в скандинавских странах, в более-менее неизменном виде с XIX века. Поэтому, безусловно, новые подходы, новые принципы, ликвидации лесхозов, как тех единиц основных, которые совмещали в себе управленческие и хозяйственные функции, и контрольно-надзорные функции, а именно лесхозы многим авторам кодекса 2007 года виделись как такой главный административный барьер, который, в общем-то, создает неконкурентные, непрозрачные условия в лесном секторе на фоне того, что мы уже двигались активно по пути внедрения рыночных механизмов. И, безусловно, конечно же, отказ от системы лесхозов, такой исключительный, категоричный отказ от этой системы, наверное, он в более явном виде и не сработал. Поэтому в 2014 году, вы знаете, 27-й федеральный закон, он вернул механизм госзадания в систему лесного хозяйства, государственные учреждения были вновь наделены правом выполнения всего комплекса лесхозяйственных работ в лесной сфере. При этом, безусловно, сегодняшнее законодательство, прежде всего, о защите конкуренции, исходит из того, что хозяйственные, управленческие и контрольно-надзорные функции должны быть разделены. Поэтому, безусловно, сегодня в рамках лесного кодекса надо решать вопросы, связанные все-таки, с моей точки зрения, и с оптимизацией контрольно-надзорных функций. Сегодня, особенно после принятия 27-го федерального закона, о котором я упомянул, вопросы управления, контроля и надзора оказались фактически в одном органе государственной власти в субъекте Российской Федерации. Безусловно, формально на бумаге многие эти вопросы разделены. Но в одной конторе лесничества могут находиться три подразделения. Три подразделения, которые подведомственны нам органу государственной власти с совершенно разными задачами. Одно подразделение выполняет госзадания, второе подразделение работает как автономное учреждение, третье подразделение у нас занимается выполнением контрольно-надзорных функций приемка и работы. То есть принцип «рука-руку моет» я думаю, вам прекрасно известен. Никого не хочу ни в чем обвинить. Существует структура органов исполнительной власти, субъектов, которые разделили эти полномочия между различными ведомствами. Они эффективно работают, мы о них знаем. Но этот вопрос сегодня законодательно до конца не урегулирован. Я считаю, что вопрос именно распределения полномочий с точки зрения баланса контрольно-надзорных функций, он является сегодня системным для лесного законодательства. Пока этот вопрос пока еще до конца не нашел своего разрешения. Безусловно, мы сегодня в рамках лесного законодательства говорим о многих вопросах, связанных и с охраной лесов от пожаров, и с защитой лесов от вредных организмов. Достаточно ли сегодня регулирования этих блоков? Наверное, сегодня я скажу, что с точки зрения блока охраны лесов от пожаров, особенно после принятия 218-го закона в прошлом году, или блока защиты лесов после принятия 455-го закона, который ввел механизм двух ключей общественного контроля за назначением санитарных рубок, я бы, видимо, озвучил тезис о том, что я считаю, что на сегодня регулирование вопросов охраны, защиты лесов является достаточным. Пока еще до конца не урегулированы вопросы, связанные с использованием лесов. Вы знаете о том, что мы сегодня совместно с комитетом, который возглавляет Николай Петрович, продолжаем работу над законопроектом о лесных конкурсах. Я считаю, что он должен стать одним из таких вот финальных документов в пакете законов, которые были направлены на создание нормального инвестиционного климата в лесной сфере. Я рассчитываю, что мы с комитетом, с поправками, которые будут подготовлены ко второму чтению, эти вопросы отрегулируем. Еще очень важная тема, она в последнее время набирает все больше оборотов. Это хорошо, что в нашем обществе это происходит, это тема повышения открытости отрасли. Безусловно, там, где есть келейность, там, где все происходит в задней комнате, там, где люди не знают о том, что происходит, всегда происходят не очень хорошие вещи. То же самое, к сожалению, характерно и для нашей отрасли. Сегодня пока еще в субъектах не хватает открытости информации о лесных ресурсах. Люди не знают о том, что происходит, не знают о том, что происходят инвесторы, и сегодня это приводит к прямым потерям бюджетной системы Российской Федерации с одной стороны и к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду с другой. Поэтому, безусловно, многие поправки, которые Николай Петрович совместно с нами готовит и с депутатами, они именно направлены на создание прозрачных условий доведения информации до неограниченного круга лиц, прозрачных условий проведения торгов, создания эффективных механизмов контроля, в том числе общественного контроля за теми процессами, которые происходят. Поэтому я уверен, что нам еще предстоит достаточно большая содержательная работа по наполнению лесного кодекса Российской Федерации, но на сегодняшний момент я бы все-таки вернулся к своему тезису о том, что сегодня лесной кодекс 2017 года – это документ, который в основном системно регулирует все вопросы в сфере лесных отношений. Есть еще отдельные изъяны, которые нужно поправлять, но я уверен, что мы совместно все эти вопросы решим. Счетом того, что выступление, по крайней мере, время у меня закончилось, я на этом, видимо, завершу свое первоначальное выступление, но и в дальнейшем будет дискуссия. – Спасибо большое. Спасибо, Иван Владимирович. Мы сегодня действительно попробуем все эти вопросы охватить. У нас чаще всего, когда речь идет о лесном кодексе, мы начинаем прежде всего с вопросов лесозаготовок, лесной промышленности, но мы решили поступить сегодня иначе. Дело в том, что лес всегда был в нашей стране источником жизни для многих людей в самых разных аспектах. И поэтому мы хотели прежде всего вот эту сессию, первый час, посвятить многоцелевому использованию леса. И лес всегда служил людям, около леса жили, лесом питались. И, в общем-то, проблема использования леса для собственных нужд, она, хотя она многовековая, но она осталась, потому что иное регулирование. Я помню, как в Иркутской области, в Жигаловском районе, в селе Чекан, поселке Чекан, меня обступили люди. Много, конечно, проблем вот в таких маленьких поселках, но первое, что они говорили, это, а как использовать лес и те проблемы, которые есть сейчас с точки зрения регулирования, использования леса для получения дров, для получения древесины, для строительства собственных домов. И вот этот вот аспект, я изучал его и разговаривал со многими своими коллегами, он присутствует практически во всех лесных регионах. Я хотел предоставить слово Дмитрию Евгеньевичу Кимейко, исполняющий обязанности министра природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края. Вот какие аспекты этой проблемы есть на примере вашего региона? Пожалуйста, пять минут. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые сенаторы, уважаемые присутствующие. Вашему вниманию предлагается доклад о совершенствовании лесного законодательства в части обеспечения деловой древесины граждан для собственных нужд, практикой и проблемой реализации. В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заготавливать древесину для цели отопления, возведения строений и дых собственных нужд. Таким образом, законодательство сегодня предусматривает возможность удовлетворения потребностей граждан через предоставление товара в натуре в виде древесины тому, кому она нужна. При реализации указанной нормы сложилась ситуация повсеместного злоупотребления правом со стороны граждан. Граждане, не имеющие собственной нужды в товаре, в древесине, стали пользоваться своим правом для получения материальной выгоды, а именно денежных средств, продавая древесину третьим лицам. В целях исключения злоупотребления правом в 2013 году в Лесной Кодекс Российской Федерации были внесены изменения, устанавливающие запрет на отчуждение любым способом такой древесины и иным лицам. Введенный запрет должен был разрешить ситуацию, но фактически он не повлиял на возможность злоупотребления гражданами права на получение деловой древесины. Причинами сложившейся ситуации стали следующие обстоятельства. Первое – это спрос на дешевую древесину в сравнении с древесиной, полученной арендаторами лесных участков или с субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших ее по результатам аукционов. Второе – это односторонняя ответственность. То есть за нарушение запрета на отчуждение древесины сторона, скупающая древесину, не несет никакой ответственности. Третье – осуществление контроля затруднено ввиду труднодоказуемой базы. Это разрешение на строительство действует 10 лет, представление в суды фиктивных договоров на оказание услуг по распиловке древесины и тому подобные вещи. На территории Пермского края ежегодно гражданам для собственных нужд отпускается полтора миллиона кубических метров, из которых порядка одного миллиона кубических метров – это именно деловая древесина. Наибольшая часть злоупотреблений приходится как раз на долю древесины, предоставляемой для строительства жилых домов. Фактически из одного миллиона кубических метров деловой древесины используется для заявленных целей только 30%. 70% уходит в теневой нелегальный рынок древесины, сформированный лесопользователями-скупщиками. По нашим оценкам, это 700 тысяч кубических метров качественной хвойной деловой древесины. Кроме того, граждане, которые собственной нужды в древесины не имеют, искусственно создают очередь. На сегодня в 30 муниципальных районах Пермского края очередь составляет от 2 до 20 лет. И тем самым нарушаются права других граждан, которые действительно желают строить жилье для себя и своих семей. Принимая во внимание правовые и организационные меры, которые реализуются на территории Пермского края по снижению уровня теневого оборота древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, можно констатировать, что без изменения федерального законодательства сложившуюся ситуацию очень трудно изменить. В развитии идеологии, заложенной законодательством в 2013 году по запрету отчуждения древесины, мы предлагаем дополнительно нормативно закрепить адресность получения лесного ресурса, целевой подход использования древесины, контроль за целевым использованием древесины и ответственность скупщиков древесины у граждан. Или иные варианты нормативного регулирования с учетом достижения главных целей, адресности, стопроцентное целевого использования, двухсторонней ответственности продавщик и скупщик, наделив субъекты Российской Федерации дополнительными полномочиями для полноценной реализации принципов статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. Прошу включить данный вопрос в рекомендации парламентских слушаний для дальнейшей проработки. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Проблема действительно огромная, она двусторонняя. Спасибо большое. Потому что, с одной стороны, действительно, мы знаем, есть примеры злоупотреблений и мертвых душ и так далее, и так далее. С другой стороны, действительно, вот я рассказывал, что и в Иркутской области люди просто не могут получить то, что они имеют право по закону. И, конечно, одним из таких факторов, который сможет разрешить эту проблему, на мой взгляд, это в том числе открытость. Мы уже обсуждали возможности внесения соответствующих поправок законодательства, чтобы вот эта очередь, она была прозрачной, чтобы ее можно было вести в многофункциональных центрах, чтобы можно было подавать заявление абсолютно объективное, не завися от местных чиновников через многофункциональные центры, чтобы вся эта процедура получения древесины, она учитывалась, она была прозрачной, понятной. И до тех пор, пока мы не выведем это вот из тени, что называется весь этот процесс, я убежден, что мы будем встречать в самых разных регионах те или иные или сложности для людей, или злоупотребление. Хотел обратиться к другой теме, тоже много целевого использования, но чаще и чаще у нас звучит вопрос использования лесов как охотничьих угодий. И последний раз мы очень серьезно обсуждали эту тему, когда вносили изменения в закон о дальневосточном гектаре, когда мы видели, что все интересы, они в общем-то пересекаются, и каким образом защитить охот пользователей и каким образом найти вот такой баланс между лесной промышленностью, охотниками, другими отраслями, которые используют лес. Давайте об этом поговорим. Я хотел попросить выступить Татьяну Сергеевну Румилеву, президента Росохот Рыболов Союза. Пожалуйста, Татьяна Сергеевна, наш постоянный партнер и, можно сказать, глаз охотничьей общественности. Пожалуйста. Так, главное вложиться. Вот мы, как представители иного направления деятельности в области охоты, можем судить о наших проблемах и перспективах работы лесного кодекса на основе наших взаимоотношений, которые уже сложились и которые будут складываться. Конечно, первые шаги по гармонизации наших отношений уже сделаны, но, к сожалению, еще остались вопросы, без решения которых нельзя сказать, что мы уже вот дружим настолько и все у нас так замечательно. Но радует нас одно, что сегодня и комитет слышит нас, охотников, и лесной департамент Минприроды взаимодействует для решения острых вопросов. Уважаемые коллеги, хочу обращать ваше внимание на следующее. Статья 5 лесного кодекса говорит о лесе как об экологической системе, но вот содержание лесного кодекса, оно все-таки больше, как говорит, как о природном ресурсе. И вот развитие понятия о лесе как экологической системе в лесном кодексе мы не увидели. Единственное законодательное развитие, это вот статья 5 лесного кодекса, появилась только в январе 2017 года с принятием закона 353. А ведь если мы обратимся назад, у нас в этом году год экологии, то все ранние, так сказать, документы по лесному хозяйству, что лесной кодекс 1978 года, что 1993 года основа лесного законодательства, там был несколько иной подход во взаимосвязи охотников с лесом. Там была вырисована связь охотничьих животных и лесных культур, прописано право охотпользователям производить посевы кормовых и защитных культур и проводить другие мероприятия, необходимые для ведения охотничьего хозяйства. При этом не требовалось оформление лесных участков на постоянной основе. Чему я это вам сказала? К тому, что животные живут, жили и будут жить в лесу как в своей среде обитания и без всякого охотничьего хозяйства. Это экосистема. Но сейчас мы при этом регулируем охотничье хозяйство в лесу, как торговлю в магазине. Будто лес посадили, а животных туда привезли, вот получите на ровном месте товарно-денежные отношения. Сейчас вот наши основные статьи лесного кодекса вроде дают нам возможность осуществлять такой вид пользования объектами животного мира, которым является охота. Статья 25 лесного кодекса вроде говорит, что это один из видов лесопользования. Но как там сказано, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, это один из видов лесопользования. А дальше вот при правопроменении у нас начинается полная неразбериха. Потому что наш любимый федеральный закон об охоте не содержит расшифровки такого понятия вида деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Там есть в понятийном аппарате, что это и сохранение охотничьих ресурсов, и это охота. И самое главное, там сказано, что охотничье хозяйство это сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты. А теперь у нас возникает вопрос, что из этих видов деятельности лесопользования? Вот это, на наш взгляд, основной вопрос, не позволяющий нам сказать, что статьи лесного кодекса в отношении охоты дружат между собой. В качестве примера. Статья 36 это использование лесов для осуществления видов деятельности в нашей сфере на основания охотно-хозяйственных соглашений должно быть. Но тут же часть третьей этой статьи отсылает нас к статье 9, где сказано, что есть еще у нас такой механизм, как дальневосточные гектары, как государственное частное партнерство. При этом, что мы должны вперед идти? Или заключать охотно-хозяйственные соглашения, или мы можем получить этот дальневосточный гектар и уже быть охотпользователем? Это вопрос. Дальше. Нам позволяет часть вторая нашей статьи 36 любимой. Использование лесов без предоставления лесных участков. Если допускается, если мы не осуществляем выруку деревьев, не влечу за собой проведение рубок лесных насаждений. Следовательно, такие обычные для нас биотехнические мероприятия, как посадка ивы на пень, подвалка подрубка осины, выполняемая часто в порядке рубок ухода, мы выполнять уже не можем. Надо брать арендные отношения. И, значит, мы будем вне правового поля. Как нам оформить? Или это договор купли-продажи, или что-то другое? Ответа не дает. Кроме того, у нас же никто не отменил статью 7.9 КАП, которая предполагает, что если мы самовольно займем лесной участок, то понесем административную ответственность. А если мы устроим солонец и тем самым займем один квадратный метр, это будет самовольный захват нового участка. И отдельно хотелось остановиться на 105-й статье лесного кодекса. У нас получается, что зеленые зоны и лесопарковые зоны выпадают полностью из сферы внимания, влияния. Там не может быть ни государственных инспекторов, ни производственных охотничьих инспекторов. Там нельзя делать вопросы регулирования, решать. То есть эти вопросы, они все возникают. Кто-то подумает, что это мелочи, но в отношении природы мелочей не бывает. И как бы получается с точки зрения охотничьего хозяйства, охотничьего хозяйства само по себе, вот эти зеленые зоны по себе. Этот вопрос необходимо решать. И мы считаем, что надо найти вот это взаимодействие между органами охотничьего и лесного хозяйства. Потому что по зеленым зонам получается, что каждый субъект как хочу, так и ворочу. Ну и я могу передать, но первоочередные изменения мы видим. Это внесение изменений в статью 105-ю и все-таки кодифицировать между собой статьи, которые решают наши вопросы. Спасибо, Статья Васильевна. Я хотел еще задать вопрос. Ну это постоянная история, которая возникает везде. Особенно, когда вот приезжаешь на место, собираются охотники, лесники, лесопромышленники, ну еще там много кого. Кому приоритет нужно отдавать с Вашей точки зрения? Вы знаете, нет, я так не скажу. Я бы сказал даже никому, а какой механизм должен быть определение этого приоритета. Дело все в том, что в каждом охотничьем хозяйстве должны быть определены те защитные участки, которые ни в коем разе не должны идти. И раньше вот в старых наших документах лесных, там как раз это было прописано, что кроме Азулов еще должны быть просто защитные участки, зоны покоев или зоны, которые значимы для ведения именно охотничьего бизнеса. Но с другой стороны, вот например, Дальний Восток, Приморский край, они сейчас очень любят всех лесопромышленников, потому что пока есть лесопромышленники, они защищены от гектористов. Понимаете, здесь полка двух концов. Я считаю, что только совместными усилиями, понимая задачи каждого бизнеса, скажем так, можно выйти на любую решение, на любой задачи. Но при этом надо установить четкие правила игры, которые должны говорить, чтобы мы не задавали эти вопросы, потому что завтра приходит прокуратура и говорит, а вы охотитесь? Это сфера деятельности в охотничьем хозяйстве или это действие? То есть мы вот натыкаемся все время и пробуксуем, и штрафы у нас до 200 тысяч идут за это или вообще запрет нашей деятельности. Только из-за законодательных вот этих неурядиц. Но я вообще полагаю, что у каждого свои задачи, эти задачи можно совмещать, потому что очень часто задачи выборочной рубки, они совпадают с задачами ход пользователя, который понимает прекрасно, что когда подрост пойдет, то весь лось будет на этом месте. Все хорошо вовремя. Спасибо. Но я хочу обратить внимание, что вот если взять историю лесного законодательства, то до Петра Первого все законодательные акты России, они были направлены только на сохранение леса, как именно охотничьих угодий. Только это был абсолютный приоритет. После Петра Первого это все и поменялось. Николай Сергеевич Валуев хотел к вам обратиться. Вы тоже занимаетесь очень серьезной темой охоты. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Приветствую всех участников наших парламентских слушаний. После Татьяны Сергеевны мало есть что добавить. Я поэтому буду экономить время и просто-напросто дополню доклад Татьяны Сергеевны тем, что в принципе сегодня решения в области лесного хозяйства, в области ведения охотничьего хозяйства, они лежат на поверхности и мы их все видим. Я надеюсь, что эти парламентские слушания не только их вскроют, но и дадут возможность Государственной Думе законодательно эти проблемы решать. Что хотелось добавить, в частности ведение охотничьего хозяйства неразрывно связано так или иначе с лесным кодексом и со всеми другими нормативными актами. Хочется сказать, что на сегодня есть проблема, которую бы хотелось все-таки законодательно решить. Дело в том, что до недавнего времени у нас было обязательство охотопользователей так или иначе платить и за те участки, которые использовались ими для организации солонцов, прикормочных площадок, но в принципе это уже вопрос решенный и сегодня плата за эти участки с них не взымается, а плата идет только за те участки, которые используются под охотничью инфраструктуру. В законе это не было, что это четко сказано и в принципе эта проблема вот была решена, но до определенного времени охотопользователи были вынуждены заключать эти договора и некоторые из них с этими договорами, собственно говоря, и остались. И вот, наверное, вот здесь нужно поработать с точки зрения помочь им гармонизировать эти договора, так как условия в этих договорах остались прежние, а это по отношению к охотопользователям, на мой взгляд, несправедливо. Думаю, что принятие поправки в лесной кодекс, обязывающие органы госвластии в случае желания охотопользователя расторгнуть такие договоры, аренды лесных участок, будет логическим, обоснованным шагом в вопросах гармонизации лесных и охотничьих отношений или, по крайней мере, изменения этого договора. Что к этому добавить? Вот Татьяна Сергеевна абсолютно справедливо заметила, что сегодня много проблем существует между непониманием тех, кто везет лесное хозяйство и охотопользователей в части сохранения тех участков, где звери должны быть в покое. Я лично, ну, как минимум два раза в жизни встречался с этой проблемой. Буквально придя на охотничий ток весной, мы приехали на этот охотничий ток следующей весной, он оказался разработанным участком. То есть удивительно, что, ну, вы понимаете, тока не стало, птица, а глухарь это все-таки редкая птица, они разлетелись. Это касаться может любых зверей, там и лоси, и олени, и все прочее. На самом деле вот здесь, наверное, одна из таких острых проблем, которую, конечно, необходимо решить. Ну, плата, в принципе, ясна, закон это все четко определяет, подзаконные акты разработаны. Я думаю, что в сфере гармонизации этих отношений следует внести все те замечания, которые высказала Татьяна Сергеевна, которую я обозначил. Я надеюсь, что если мы что-то в своем докладе не упомянули, вероятнее стоит все-таки прислушаться к этому, потому как люди готовились к сегодняшним парламентским слушаниям и обязательно свою информацию предоставят. Спасибо большое, я надеюсь, что... А, я успел. Спасибо. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Охота – это такая очень серьезная часть лесопользования. Если смотреть на опыт многих других стран, к сожалению, вот нам есть еще к чему стремиться с точки зрения развития охоты как целой индустрии, с точки зрения лесопользования, с точки зрения предпринимательской деятельности. Я думаю, что все сообща, мы постепенно сможем создать такие условия в нашей стране. Буквально прокомментировать. Вообще, очень бы хотелось, дорогие коллеги, чтобы все, что связано с охотой, у нас, в принципе, примеры есть. В Советском Союзе очень крепко охотничье хозяйство стояло на ногах, это, конечно, индустрия, но сегодня, по крайней мере, со стороны государства пока не видится серьезный системный подход к этому вопросу. У нас сегодня и охотничья инфраструктура, простите, отрасль, она как таковой индустрии не является. Это можно приводить миллион примеров, что вы только что сказали, что касается даже таких решений, как у нас иностранные охотники даже, которые могли бы реально привезти и очень немалые деньги в Российскую Федерацию вынуждены сегодня отказываться от этого по причине многих препонов, стоящих и с точки зрения аренды оружия, провоза оружия и всего прочего. Ну и, конечно, есть требования, которые очень трудно охотфитерам просто-напросто исполнять. А это мы теряем, мы теряем огромные деньги, и мы теряем также деньги, которые могли бы, в общем-то, в этих лесных угодьях, собирая грибы, ягоды и прочее, зарабатывать. У нас недавно, ну, правда, это скорее болотные угодья, был доклад, помните, что мы, Россия, покупает клюкву. Представляете, это уму непостижимо, но мы для своих нужд закупаем и немалое количество клюквы. Причем она, да, генно-модифицирована, вместо того, чтобы эту клюкву, бруснику, чернику, воронику, в конце концов, которая уже доказана, она влияет на рак, мы ее не собираем в должном объеме, не перерабатываем. А если собираем, то отправляем именно эту первичную, самую экологически чистую продукцию в Китай, получая замену, ну, как примерно с норвежской съемкой история обстоит. Спасибо. Спасибо большое. Мы как раз эту тему должны сегодня тоже обсудить. Я, чтобы закончить тему по охоте, хочу сказать, что сейчас в рамках нашего комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям мы создали такой парламентский клуб природы, который, прежде всего, будет и разрабатывает уже вопросы, обсуждая, связанные с законодательством в области охоты. У нас возглавил этот комитет наш депутат Максим Иванович Щеблыкин, вот он здесь. И поэтому все вопросы, связанные с законодательством в этой сфере, я думаю, что мы, в конце концов, в общем-то, доведем до нужной кондиции. Николай Сергеевич, правильно абсолютно сказали, тема по дикоросам. Буквально несколько, пару недель назад был в Томской области, абсолютно приятно удивился тому, что вот такая отрасль, как сбор и переработка дикоросов, она действительно может быть у нас в стране поставлена на ноги, вот крепко на ноги. И если этим вопросом заниматься, если государственно подходить к этому вопросу, потому что ни для кого не секрет, что, наверное, дикоросы, вот эти ягоды, грибы, это, наверное, самый быстро восстанавливаемый ресурс лесной. И не использовать его, конечно, с точки зрения и рационального питания, здорового образа жизни и экономики, с другой стороны, в нашей стране это, конечно, нельзя. Поэтому я хотел бы предоставить слово Наталье Николаевне Бубылевой, генеральный директор Союза переработчиков-дикоросов. Ваше сообщество как раз сделало попытку объединить наиболее крупных участников этого рынка и, соответственно, объединить те проблемы и понять те проблемы, которые стоят на сегодняшний день перед нами с точки зрения именно законопорческого процесса, чтобы стимулировать развитие рынка сбора и переработки дикоросов. Пожалуйста. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые участники парламентских слушаний. О душе сегодня, в честь десятилетия лесного кодекса, мы хотим пожелать всем тем, кто живет и работает по лесному кодексу, здоровья и продолжения активной и интересной рабочей деятельности в этой сфере. От имени Союза докладываем отраслевую информационную тематику о практике применения лесного кодекса в сфере сбора и заготовки дикоросов, а также пути совершенствования лесного законодательства. Вопросы регулирования правоотношения в сфере сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и других недревесных ресурсов, часто называемых в обиходе дикоросами, ранее используемый термин «побочная лесопользована» отображены в лесном кодексе буквально в нескольких статьях. Необходимо указать важные положительные моменты правового регулирования этого десятилетнего периода в сфере сбора. Это заявительный характер данных видов лесопользования, появление нового института аренды, который удачно используется в промысловых зонах, а также наличие возможности свободного доступа в леса населения с целью сбора дикоросов для собственных нужд. С другой стороны, не все правоотношения в сфере сбора и заготовки дикоросов охвачены лесным законодательством и требуют, безусловно, дополнительного регулирования. Особенно правоотношения между предпринимателями и населениями на арендованных лесных участках с учетом территориальности, природно-климатических факторов, национальных традиций и других региональных обстоятельств. Прежде чем переходить к изложению возможных путей совершенствования лесного кодекса, я бы хотела показать несколько слайдов, где изображены базовые блоки вопросов, а также статистические отраслевые показатели. Всем известно, что Россия обладает значительно потенциалом дикоросных ресурсов, что является одним из конкурентных преимуществ в мировой экономике, а также базой экономического развития многих регионов. Однако на практике выглядит все иначе. На более емко потенциал различных видов запасов дикоросов представлен профессором Петровым Владимиром Николаевичем, вы видите на слайде, в своей статье «Экономика правового регулирования». Прошу обратить внимание, что биологические промысловые запасы, они выражены тысячи тонн. Следующий слайд, пожалуйста. Оценивая экспорты Российской Федерации кедровых орехов, например, за 34-й квартал и первую половину 2017-го года, мы видим, что экспортировано всего 15 тысяч тонн. Следующий слайд. Объем экспорта за 2015-2017 года, по данным Федеральной таможенной службы, составил на первом месте грибы 48 тысяч тонн, на втором месте кедровые орехи, в частности, ядровые и, по-моему, 25, и последнее место – это ягоды, всего 10 тысяч тонн. Следующий слайд. При этом лидерами по сбору и экспорту дикоросов в мировой практике на первом месте у нас Китай, на втором месте Корея, Турция и Россия делят четвертое место с Испанией. Лидером по экспорту ядра кедрового ореха также является Китай и Корея, лидер по экспорту грибов Китай, Польша и только третье место – Россия. Важно указать, что мировым лидером по экспорту белого гриба признана Румыния, Китай. Интересная ситуация по грибу лисички. С одной стороны, на первом месте – Россия, на втором – Белоруссия, но этот бизнес контролируют иностранные инвесторы из прибалатистских стран – Германия и Италия. Следующий слайд. По экспорту ягод. Удивительно, но на первом месте стоят скандинавские страны, на втором месте – Украина и только Россия на третьем месте. По чернике лидируют Украина, Белоруссия, Швеция, потом мы. По бруснике – Швеция, Финляндия, клюква. Видите, какие цифры. Следующий слайд. Здесь вполне уместно скорментальная фраза. Но что-то пошло не так. Почему страны, не имеющие по сравнению с Россией больших территорий, лидируют? Почему огромный экономический потенциал дикоросов не используется? И логично дать оценку правоотношениям в сфере сбора дикоросов. Безусловно, базовым являются сборщики, заготовители и перерабатывающие предприятия. И, как я уже говорила, остро стоит вопрос именно в вопросах взаимодействия арендаторов с гражданами, имеющих свободный доступ. Важно отметить также традиционное лесопользование и устой коренных малочисленных народов севера, Дальнего Востока и на этнические и национальные особенности. Обратите внимание на список государственных органов исполнительной власти, с которыми приходится взаимодействовать предпринимателям. И вопрос, какими нормативными актами? Следующий, пожалуйста. Использовать лесной кодекс или гражданский кодекс в следующем мало времени? Понятно, что каждый субъект предпринимательской деятельности выбирает свой путь. И вот этот слайд я почему показываю, уже спешу, некогда говорить. То, с чем сталкивается наш предприниматель, то, с чем сталкивается наше местное население, в частности вопросы налоговых инспекторов, вы видите на слайде, которые задают население. Крайне сложно комментировать подобные действия сотрудников налогового кодекса, но единственное, можно понять, что и этим лицам нужна четкая регламентация контроля данного вида деятельности. Вернемся к нашим необъятным ресурсам. Следующий слайд. Мы видим ареалы произрастания основных видов дикоросов. Следующий слайд. Сравнение масштабов дикоросов и возможностей правового регулирования. То есть мы сравнили с охотой, и по цифрам видно, что отрасли дикоросов не менее, по некоторым показаниям, более масштабные, чем, допустим, предприниматель, которые занимаются охотой. Следующий. Наше предложение было и остается дополнительно к изменению лесного кодекса ввести закон о деятельности в сфере дикоросов. Следующий. Считаем, что основными путями совершенствования лесного законодательства является изменение в лесной кодекс, в частности расширение перечня видов дикоросов для того, чтобы можно было использовать его в других смежных вопросах регулирования. Во-вторых, расширить перечень правовых оснований, где люди могли бы выбирать тот инструмент, с помощью которого они могли бы легализовывать товар. И, безусловно, учитывая региональные особенности, расширить полномочия органов, субъектов власти. Следующий, пожалуйста. На данном примере сегодня пришел нам только слайд. Мы, в принципе, полностью поддерживаем позицию наших дальневосточных коллег и говорим о том, что должно быть три вида. То есть сохранение аренды, ее упрощение и оптимизация, введение краткосрочных видов лесопользования и также обязательное сохранение сбора населения для собственных нужд. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Хочу обратить внимание, коллеги, что мы вот сейчас совместно с Союзом переработчиков-дикоросов сформировали концепцию вот такого закона. И сейчас ведется работа по как раз написанию такого базового закона о особенностях сбора и реализации дикоросов. Поэтому мы всех приглашаем, несомненно, к этой работе. Спасибо большое. И вы знаете, когда речь идет о сборе дикоросов, нужно понимать такую вещь. Это всегда аспект, это всегда аспект еще социальный. Вот я недаром упомянул Томскую область. Когда происходит вот такое неаккуратное регулирование, например, вопросы, связанные с экспортом чаги. Вот только путем такого неаккуратного толкования действующего закона на сегодняшний день Томская область, люди, которые живут в маленьких поселках, которые всю жизнь зарабатывали сбором вот этих вот дикоросов и реализацией, на этом жили, они недополучили в этом году 170 миллионов рублей. А это, согласитесь, для таких людей это огромные средства, которые необходимы им просто для того, чтобы они могли жить. Поэтому нам необходимо, конечно, это обсуждать. На сегодняшний день по экспертным оценкам потенциальный объем вот этого рынка это 300 миллиардов рублей, при этом только треть является, что называется, официальной. Остальное находится, к сожалению, на сегодняшний день в тени. Я хотел представить слово председателю постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства, инфраструктуры Валерий Юрьевич Постильник. Вы тоже в регионе занимаетесь этими вопросами активно, поэтому вам слово, пожалуйста. Уважаемый Николай Петрович, уважаемые, уважаю, спасибо, уважаемые участники сегодняшнего совещания. Прежде всего благодарю организаторов за актуальность темы, слушаем 10 лет лесного кодуса Российской Федерации, итоги проблемы, перспективы. И лично вас, Николай Петрович, за предоставленное слово. В своем выступлении хочу поднять вопрос о совершенствовании правового регулирования заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, которые, без сомнения, являются одним из богатств нашей родной страны. Лесной кодекс разграничивает заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в целях осуществления предпринимательской деятельности и в целях удовлетворения собственных нужд. Согласно статье 34 лесного кодекса «Заготовка дикороса при коммерческом использовании» осуществляется только на основе аренды лесных участков без альтернативы. Эти, невзирая на то, что заготовка дикоросов, дикоросов носит сезонный характер с ежегодной сменой участка сбора. А так, так как стабильный урожай от года в год практически не бывает, при этом на арендатор лесного участка возлагается обязательство по осуществлению материальных затрат и процесс использования договоров аренды лесных участков. Вот почему в Хабаровском крае на площади произрастания лесных даров почти на 20 миллионов гектаров в аренде находится лишь 8 лесных участков, что составляет мизерную 0,3% от имеющихся сырьевые базы. В год, где-то, в примеру, на Хабаровском крае заготавливается 50-60 тонн дикоросов, а в 80-е годы мы выходили свыше 2,5 тысяч тонн заготовки. А пока нет сбора, нет и переработки. Таким образом, существующий порядок заготовки дикоросов направлен прежде всего на осуществление данной деятельности крупными заготовителями, не создает условия для развития малого и среднего предпринимательства. Все это порождает и теневой бизнес в сфере заготовки дикоросов, тогда под видом заготовки для собственных нужд, отшеляясь заготовки в промышленных масштабах. С 17 марта 2015 года в Государственную думу закон 745.137.6 в внесении изменений в лесной кодекс РФ, подготовленный при активном участии депутатов законодательной думы Хабаровского края. 24 марта 2016 года на рабочей группе по доработке указанного проекта федерального закона были одобрены его доработанная редакция. А на прошедших 7 апреля 2016 года парламентской службы комитета Государственного дума по природным ресурсам, природопользованию и экологии были отмечены, что предложения по корректировке положений действующего лесного и смешанного законодательства в части изменения порядка использования лесов в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений целесообразно реализовать в рамках подготовки новой редакции проекта федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс РФ. При этом на данном слушании в числе прочих недоставков правового регулирования в сфере заготовки и перегородки пищевых и недорезных лесных ресурсов было отмечено отсутствие механизма краткосрочного пользования с учетом сезонности заготовки, зависимости от природных климатических условий, влияющих на урожайность. Основная идея доработанного законопроекта как раз и является установление положений о краткосрочном использовании лесов с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях заготовки дикоросов на основании разрешения без предоставления лесных участков. В разрешениях будут определены места сбора дикоросов, что позволит учесть интересы арендодаторов лесных участков и исключить конфликты между лесопользователями, существующими заготовку на основании договоров аренды на основании разрешений. Согласно законопроекту, проделанные сроки заготовки дикороса будут установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Объем подлежащей заготовки дикороса будет определяться в соответствии с нормами и допустимыми заготовками, разрабатываемыми и утвержденными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Порядок подачи заявлений, прилагаемых к ним документам необходимые ледовычие разрешения, порядок оформления и выдачи разрешений формы бланков, разрешений будут устанавливаться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. При этом порядок распределения разрешений между субъектом малого и среднего предпринимательства будет устанавливаться законом субъекта Российской Федерации. Данный порядок заготовки пищевых и лесных ресурсов сбора лекарственных растений будет способствовать повышению эффективности реализации мер государственной поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства, развитию кооперации и предпринимательской деятельности. Предлагаю по итогам сегодняшних слушаний от имени участников слушаний рекомендовать Государственной Думе рассмотреть Лесной Кодекс ЛФ и изменить изменения в предусматривающий упрощенный порядок заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, субъектов малого и среднего предпринимательства РФ на сезон весенне-летнего 2018 года. Оклады окончены. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, то, о чем мы и говорили, что прежде всего нам, конечно, нужна эта отрасль, она, к сожалению, на сегодняшний день недостаточно, мы ей уделяем внимание, хотя, повторюсь, это не только экономика, это не только лес, но это прежде всего люди, которые живут. Я рад приветствовать на наших парламентских слушаниях Вадима Вольфовича Жириновского, руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Вадим Вольфович, пожалуйста, Вам слово. Я пришел по двум причинам. В год, когда я родился, мой отец возглавлял лесной отдел управления Туркестана Сибирской железной дороги, поскольку я интересовался, кем он работал, и вот оказалось, он занимался лесопосадками вдоль Турксиба для укрепления полотна. А потом слышал критику, когда мы приняли лесной кодекс 10 лет назад. И нас упрекали, и правильно упрекали, я согласен, но нас чиновники из агентства по управлению лесным хозяйством доказывали, что надо принять кодекс, и что передача большого количества лесных участков в частные руки обеспечит и охрану, и использование, и, так сказать, дальнейшее увеличение количества лесных насаждений. Но за 10 лет мы видим, что все-таки это не произошло. Но, тем не менее, тенденция-то правильная, потому что надо же, чтобы кто-то занимался, но неправильное то, что мы сократили почти все лесопромхозы и количество тех, кто занимался, лишили людей рабочих мест, а они специалисты. Это ведь лесное хозяйство. В городе таких специалистов нельзя подготовить. Да и в некоторых сельской местности, где нет леса. И лес должен быть нашим главным таким вот знаменем экономики. Что мы можем делать? Дороги, транспорт, территория огромная, а природу дала лес. Почему я говорю лес? Потому что нефть, газ во многих странах мира есть. А вот лес, я насколько знаю, 20% у нас, или даже больше, леса. Это наш лес. И он нужен и для строительства, и для жилья. Деревянное жилье же это самое лучшее. Нет, вся страна живет в бетонных клетках. А рядом растет лес. А лес горит. Я в Сибири приехал, губернатору говорю, что там такое дым? Да, говорит, горит. Говорит, а что вы это не тушите-то? Говорит, а это, говорит, федералы пусть делают. Вот видите, как мы сделали. Это, говорит, федералы. А он, губернатор, и его МЧС по его области, они же будут ждать, когда прилетят самолеты. И вертолеты с федералами будут. А горит же. Значит, неправильно распределили ответственность. Наверное, когда пожар, любой, кто находится на данном участке, обязан спасать. Как и больного. Любой врач, любой фельдшер должны спасать. Но, конечно, не хочется нести ответственность. Поэтому есть ошибки наши. Но если мы, как законодатели, совершаем ошибку, потому что мы хотим верить чиновникам, админ природы, которые нас уверяют, что надо. Кодекс принять надо или какие-то поправки, или какие-то другие документы правового характера. Поэтому здесь мы должны разделить бремя ответственности с теми, кто нас не так информировал. Как и в целом по земле. Говорят, давайте кадастры оценивать по кадастровой стоимости. Куплю-продажу земли. То же самое, наверное, с лесами должно быть. Ну и что сделали? Сперва копейки стоила земля до кадастровой оценки. А теперь стоит несколько раз выше, чем рыночная. Как мы будем продавать землю? Говорят, стоит миллионов 60, а рынок дает 15 за гектар под Москвой. И что вы будете делать? Мы остановили сделки, купли-продажи земли. Человек же не будет продавать дешевле в 4 раза. А он не имеет права продавать ниже кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость 80, а нет покупателя. Мы же опять совершили ошибку. Опять чиновники своих-то ведомств хотят больше собрать налогов. Правильно. Но вы своим желанием больше собрать налогов со сделок с недвижимостью остановили производство этих сделок. Поэтому вы, наверное, лучше меня знаете. Вы занимаетесь этим хозяйством. Это и продовольствие, это и лекарства, это же, так сказать, отдых, это туризм. И все это дает лес. Но он же дает, наверное, энцефалитный клещ. Это тоже оттуда вредители есть. Это тоже проблема, беда, когда оттуда приходят и какие-то болезни. Но это отсутствие надзора, контроля, смотреть. Я помню, лесное хозяйство, мы сделали форму. Мы прям генералы все, красивая форма. Я думал, это прокурор и новая форма. Оказалось, сотрудники ведомства лесного хозяйства. Я даже знаю день отраслевого праздника, где-то в сентябре, 17-го числа. Какого числа? А? Ну вот третья неделя сентября. Даже это знаю. У нас же отраслевые праздники каждый день. А я помню это. Уж приглашали один раз, а больше не приглашаете что-то на праздники-то. Можно подумать, это вам, во что-то, так сказать, стоит вам очень дорого. Один раз за 20 лет пригласили. Зависит от начальника агентства этого, Минприроды. Это же для чего надо? Вот как пустые места. Это не приехали ведь те, кто, их же всех позвали, со всех регионов. Они же не услышат, не узнают, не поймут. А потом будут через 10 лет сюда приедут и стонать. Вот не так, вот все плохо. Зовут, чтобы мы общими усилиями совершенствовали законодательство. У нас депутатский корпус меняется постоянно. Уже там депутатов первого созыва практически нет. Человек 10 и 450. Все время мы идем по пути, так сказать, обновления, омоложения и так далее. Но не хватает юристов и не хватает специалистов в лесной отрасли, чтобы они работали. Это же наше самое большое богатство. Нефть, газ, дороги, транспорт, все хорошо. Но лес нужен, так сказать, всему миру. Китайцы у нас его забирают, иной раз не всегда легальным способом. А мы так простодушные хозяева. Но мы решили в частные руки дать. Может быть появится хозяин, но это не те частные руки. Они частные, но они нечестные оказались. И стали больше извлекать прибыль. Под Москвой за копейки оформили себе самые дорогие участки земельные. Я не знаю, прокуратура занималась, там должны были возбуждать уголовное дело. Захватили лучшие земли Подмосковья за копейки. Что ли там, не знаю, такую бросовая цена. Рубль там за метр, там не знаю, нашли какую-то советскую тарифную ставку. И по ней оформили лучшие земли. Она стоит миллиарды долларов, эта земля подмосковная, самая дорогая. Поэтому я бы хотел, чтобы наш комитет, так сказать, уделял должное внимание. И чтобы мы тоже эту ответственность разделяли. Потому что мы страна, которая может гордиться этим. И лесное хозяйство. Отправляем кругляк, оттуда мебель идёт. Что мы делаем вообще? Почти вся мебель импортная в магазинах. Я приходил спросить, где русская мебель? Маленький-то участок стоит. Всё, Италия, Италия, там не знаю, и Финляндия. А сделано в России, в уголке там маленькая. Даже в торговле дискриминация. А сделано всё из нашего леса. Потому что у них нет леса такого, как у нас. Мы сами можем делать. Мебель же можем сделать. Поэтому, если проверить сейчас, тоже, наверное, сделано не у нас. Это точно не у нас. Ну и это вот дерево. Ну, чтобы было написано, где написано, сделано в России. Вот тоже надо писать, чтобы было понятно. Мы всё сами не можем делать. Столы, мебель, всё. Я одно время провёл эксперимент. Заказал всю мебель у наших мастеров. Дешевле в несколько раз. И экологически чистая. Ну и что? Никто не признаёт, что у меня самый экологически чистый кабинет в мире. Только из дерева. Ни капли краски, клея. И что там ещё они делают? Лак-лак. Ни лак, ни краски, ни клея. Всё сделали только из дерева. Всё. Отлично же. Но боятся чиновники признать, что у меня министр сидит, наверное, в плохом кабинете. Шикарный итальянский гарнитур, наверное. И лак-краска. Там проведите замер воздуха, отрава. Формальгидит и все остальные химические вещества. У меня самый чистый. Мы замерили. Это же очень важно для здоровья. И это огромный доход для всей страны. Все ведомства, вся страна, губернатор мэра закупают иностранное. Всё иностранное. Но из нашего леса сделано. И в 3-5 раз дороже. Так нельзя. Поэтому мы должны дальше регулировать и лесной кодекс, и другие документы. И строго следить за ведомством, которое отвечает, так сказать, за ведение лесного хозяйства. Я завершаю. Я помню, Пётр Первый специальное ведомство вёл по лесному хозяйству. При советской власти было Министерство лесного хозяйства. Мин, лес, хоз. А сейчас в Минприроде департамент или агентство. Ну вот федеральное агентство. Это резкое понижение. Это маленькое агентство. Вся природа и вот только лес. Хотя лес, наверное, и главная часть природы наша. И статус не можем определить. Объёмы не можем изучить. Всё зарегистрировать надо. Всё в кадастр ввести надо. И дать рабочую силу туда. Какие безработные. Вот бросить всех в лес. Пусть работают в лесу. Вернуть все эти леспромхозы. Ну всё, что можно. Что ж ещё осталось, так сказать. И сбор этих ягод, всего. Чего же мы химию покупаем в магазине? Я захожу в магазин и вам советую. Проверяйте. Всё с превышением нитратов. Всё. Разве можно? Вы едите отравленную пищу. В наших лесах хотя бы есть ягоды, так сказать, какие-то там орехи, какие-то ещё вещи, которые для медицины. Это не отравлено. Почему? Потому что рука человека не коснулась. Вот в чём богатство леса. То есть человек не дошёл с вредными привычками вносить удобрения. Туда негде вносить, так сказать. Лес растёт. Поэтому это нужно всё контролировать, следить, помогать. И не обижаться на депутатов. Если лесной кодекс хромает, давайте внесём поправки. Давайте его оздоровим. И давайте добьёмся, чтобы новое правительство будет в мае 2018 года. Чтобы восстановить Министерство лесного хозяйства России. Мин, лес, хоз. И кого-то из ваших, из регионов лучшего лесника поставить министром. Чтобы он был не из московского, не из московской элиты. Хорошо бы знал бы русский лес. Может быть, пешком прошло бы там тысячу километров, а не кабинеты. В кабинетах плохие решения. Ну и последнее, если брать столетие революции, у нас некоторые празднуют. Чехарда с устройством. Меняют устройство. Меняют людей. И, конечно, лес страдает от этого. Кто им занимается. Кто занимается, кто не занимается. То есть политическая ситуация в стране тоже влияет. Вот сейчас решили, что не нужно лесопомхозы. А когда-то решили, что нужно. Это вот чехарда с переустройством государственным. Она у нас шла вот все сто лет. И сегодня немножко продолжается. Тоже влияет на лесное хозяйство. Я желаю успехов. И направьте всем губернаторам и мэрам, кто не прислал своих представителей. Что мы тогда можем бюджет уменьшить. Вот мы сейчас бюджет принимаем. Значит, вам не нужно деньги на развитие лесного хозяйства. Даже приехать вы не можете, так сказать. Так не годится. Потому что это же одна страна. Это что, саботаж или что такое? Позвали на парламентские слушания раз в 10 лет. Вот мы отмечаем десятилетие кодекса. Что, раз в 10 лет нельзя приехать? Или их там меняют каждый год. Они, так сказать, ожидают увольнения. Из-за этого они приехали. Желаю успехов всем. Спасибо, Владимир Вольфович. Абсолютно согласен, что широчайшая тема, мы как раз сегодня и обсуждаем, что это до того требует взаимодействия с самыми разными органами власти, региональными органами и общественными группами. Поэтому, если продолжать вот такие вопросы, связанные с многоцелевым использованием, я хотел бы предоставить слово Сергею Алексеевичу Аксёнову, заместителю руководителя Роснедр. Постоянно тоже возникает вопрос использования древесины, вернее, лесов в целях недропользования. Каким образом вы взаимодействуете, в том числе и с Рослесхозом по этому вопросу? Спасибо, Николай Петрович. Уважаемые участники парламентских слушаний, вообще известно, что леса занимают большую часть территории России и, соответственно, существенное количество участков недр и месторождений полезных ископаемых расположены под лесными участками. В связи с этим, конечно же, совершенствование лесного законодательства, безусловно, играет важнейшую роль в обеспечении эффективного и рационального недропользования в нашей стране. В данном небольшом выступлении я хотел бы проиллюстрировать некоторые подходы к правовому регулированию отношений, связанных с использованием лесов для целей недропользования. Начну с удачного примера, чтобы обратить внимание, как мы дальше предлагали бы действовать. Мы знаем, что долгое время имела место проблема кадастрового учета лесных участков, предоставляемых для целей недропользования. Срок обязательного кадастрового учета постоянно переносился. Сначала 2010 год, 2010 на 2012, потом 2015 год. И вот, наконец, 2017 год, и летом этого года, федеральным законом, там, 280, была отменена норма временного действия, допускающая возможность предоставления земельных лесных участков, состава земель лесного фонда, для выполнения работ по геологическому изучению и разработке месторождений без проведения государства казастрового учета. Казалось бы, такая для недропользования очень жесткая, заградительная норма, тяжелая. Но, как очень хочется отметить, это один из положительных примеров, когда вот эта норма упомянутого закона, во-первых, она введена в таком отложенном периоде, работает в части ограничений для разработки месторождений, и где можно предоставлять участки, части лесных участков, да, и эти части лесных участков, если они будут предоставляться для геологического изучения сроком не более одного года, то здесь можно не делать казастрового учета. Конечно же, это такой вот благоприятный момент решения проблемы. Нужно посмотреть, как эта норма будет работать, но в любом случае она как заградительная, но воспринимается достаточно хорошо и наверняка будет работать благоприятно. С нашей точки зрения это вот хороший пример, который иллюстрирует, как вот смежное законодательство должно взаимодействовать друг с другом и как влиять друг на друга. Среди не в полной мере решенных на законодательном уровне проблем вот есть проблемы праворегулирования строительства, реконструкции и эксплуатации объектов. Мы знаем, что сейчас существует перечень, который, этот перечень введен распоряжением правительства 849, где дан исчерпывающий перечень объектов, перечисленных в указанном документе. Мы считаем, что это плохо, что исчерпывающий перечень нужно отменять. По сути, своя система и технологии, и различных иных способов разработки недрогеологического изучения меняется со временем. И здесь, конечно, нужно в этом перечне закреплять базовые критерии допустимости строительства, реконструкции и эксплуатации объектов недропользования. Сейчас такие предложения подготовлены. Нам представляется это хороший пример. Давайте над ним совместно поработаем. Второй пример. Праворегулирование пользования недрами по лицензиям, выданным до введения в действие лесного кодекса. Мы знаем, что здесь ограничения наступают для лицензии, выданных после 31 декабря 2010 года, но вместе с тем обращаем ваше внимание, что лицензии и ранее переоформлялись, и сейчас переоформляются. Зачастую с изменением легким, а предприятие как оставалось на месте, как работало, так и продолжает работать. Мы считаем, что такая норма, которая закрепляет лицензию, не совсем верна и не предусматривает возможность доработки балансовых запасов и вообще доработки месторождения, на котором уже работало долгие годы месторождения. Безусловно, эту норму нужно подработать. Еще один важный момент, интересный, над которым стоит подумать и над которым стоит поработать. Зачастую сейчас у нас нормами лесного кодекса регулируется, что лесные участки могут предоставляться только пользователю недородержателю лицензии. На самом деле, фактически, многие виды работ в недропользовании выполняют подрядчики. И, конечно же, логика есть, часть ответственности возложить на подрядчиков. Но эту норму впрямую вот так вот переписывать нельзя, потому что зачастую подрядчики могут уйти от ответственности. Мы, немного прорабатывая, имею в виду федеральное агентство по недропользованию, прорабатывая этот вопрос, предлагали вариант, может быть, и некоторого облегчения, когда часть работ будет выполняться предприятиями, которые входят в структуру лицензии держателя. Это может эту систему поддержать и облегчить. Над этим стоит подумать. Подводя итоги своего небольшого выступления, хочу сказать, что нам в недропользовании особенно важно, чтобы при совершенствовании лесного законодательства вот в полной мере учитывались особенности смежного законодательства. И это, конечно, правильное направление, и здесь могут возникнуть правильные и корректные решения. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Еще одна тема, которая постоянно является такой дискуссионной, это использование лесов для строительства линейных различных объектов. И сейчас у нас в комитете есть еще один такой очень серьезнейший законопроект, связанный с введением института публичного сервитута, который тоже будет затрагивать эти вопросы, потому что предлагается использовать под прокладку линейных объектов использовать публичный сервитут, а не те механизмы, которые есть сейчас. А я хочу подчеркнуть, что сегодня, если не ошибаюсь, несколько миллиардов рублей получает государство от платежей за как раз содержание таких линейных объектов, я имею в виду лесной отрасль. Поэтому это еще нам предстоит обсудить. Но я хотел предоставить слово Роману Михайловичу Водянову, председателю комитета по природопользованию и экологии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мы с вами обсуждали вопрос, связанный с тем, какая древесина остается от прокладки линейных объектов. Вам слово, пожалуйста. Добрый день всем присутствующим. Сегодня я выступаю не только от «Опора России», но еще и от Законодательного собрания Пермского края. Тема использования древесины, образующей при рубке леса для строительства линейных объектов, безусловно, наболевшая и требует решения. Коротко расскажу суть вопроса и предложения. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, право собственности на древесину, которая вырубается при строительстве линейных объектов, принадлежит Российской Федерации. Правила реализации такой древесины установлены постановлением правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года за номером 604. Если тезисно, то кроме недополученных доходов федерального бюджета, с большими сложностями сталкиваются промышленники при проведении нефтегазотрасс, электросетей и так далее в лесной зоне, поскольку вырубленный лес они не могут ни продать, ни отдать, ни сжечь, потому что по законодательству он им не принадлежит, а принадлежит государству. Создается пожарная опасность, значительно затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию линейных объектов. Население и предприниматели с удовольствием купили бы этот лес, но не могут ввиду того, что Росимущество выставляет на торги древесину в достаточно большом или очень большом объеме. В итоге большая часть рубленого леса годами лежит, пропадает, в нем разводятся короеды, которые уничтожают растущий лес. Население хочет и готово купить его, но нет возможности. Депутаты Законодательного собрания Пермского края, совместно с губернатором Пермского края, Министерством природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края, ведущими промышленными предприятиями Пермского края, Территориальным управлением Росимущества и Опорой России активно включились в данный вопрос. В результате сформировали единое мнение по его решению. Суть проста. Необходимо внесение изменений в статью 20 лесного кодекса в части установления нормы о заключении в обязательном порядке договоров купли-продажи лесных насаждений с предприятиями, осуществляющими их вырубку при строительстве, реконструкции, эксплуатации лесных объектов. Такой законопроект был подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии РФ еще в 2014 году, но до настоящего времени Государственная Дума рассмотрен не был. Губернатором Пермского края Максимом Геннадьевичем Решетником направлено обращение заместителю председателя правительства РФ Александру Геннадьевичу Хлопонину с просьбой ускорить процедуру внесения в Государственную Думу проекта федерального закона. На данное обращение получен ответ, что законопроект внесен в правительство Российской Федерации. Мной, как председателем постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания Пермского края, направлено обращение к депутатам Государственной Думы, представляющим Пермский край, с просьбой поддержать данное обращение губернатора Пермского края, господина Решетникова, и оказать содействие по внесению необходимых изменений в статью 20 Лесного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, я знаю, что на предварительном рассмотрении, так сказать, на нулевом чтении, черновик аналогичного проекта закон находится во фракции Единой России в Государственной Думе и в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Собственно, поэтому я здесь и нахожусь. Обращаюсь в первую очередь к депутатам Государственной Думы и правительству Российской Федерации с просьбой поддержать предложение губернатора Пермского края Решетникова Максима Геннадьевича и рабочей группы Законодательного собрания Пермского края и оказать содействие по внесению изменений в статью 20 Лесного кодекса Российской Федерации в части установления нормы о заключении в обязательном порядке договоров купли-продажи лесных насаждений с предприятиями, осуществляющими их вырубку при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукционов. Это позволит возложить ответственность за использование древесин на предприятия, осуществляющих вырубку, снять барьеры для промышленников, связанные с древесиной и возникающей при сдаче в эксплуатацию линейных объектов, снизить риски нарушения правил санитарной и пожарной безопасности в лесах, обеспечить поступление платежей в федеральный бюджет, ну и в конце концов повысить доступность древесины для жителей бизнеса. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, мы вот первую часть прошли. Спасибо большое. Я хотел бы попросить, во-первых, поблагодарить наших коллег из Президиума. Мы сейчас пригласим и попросить вас пройти в зал тогда. Спасибо большое. Я хотел попросить Ивана Владимировича коротко прокомментировать те моменты, которые мы сегодня услышали вот в этой части. Да, буквально коротко, потому что нам еще предстоит, конечно, большое обсуждение. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Важаемые коллеги, действительно, очень кратко. Вопросы, которые коллеги здесь обозначали в своих выступлениях, во многом нам известны. Мы над ними работаем. Над некоторыми вопросами работаем уже не первый год. Как это относится к вопросу по заключению договоров купли-продажи древесины, которые образуются в результате использования лесов по статьям 43-46 Лесного кодекса. Действительно, сложный закон. У него сложные межредомственные согласования идут и с Минэнерго, прежде всего. И такая норма очень сложная. Строго говоря, по Лесному кодексу сегодня есть возможность заключить договор и аренду для использования земельного участка для линейного объекта, для эксплуатации линейного объекта. И для заготовки древесины. Поэтому те лесопользователи, владельцы линейных объектов, которые сегодня заинтересованы в получении древесины, они так и делают. Понятно, что задача обязать всех покупать древесину, она представляется в этом контексте уже немножко более сложной, потому что немногим это нравится. Но мы эту инициативу поддерживаем. Действительно, мы внесли этот законопроект правительства. Будем добиваться его принятия. Очень острая проблема собственной нужды граждан. Действительно, я согласен, многокомпонентный вопрос. Но прежде всего, это полномочия. Действительно, с 2014 года, с 1 июля, в рамках 415 закона, внесшего изменения в лесной кодекс, запрещены сделки граждан с древесиной. Но это соответствует смыслу этой льготы. То есть человек получает древесину для отопления, для строительства дома, для ремонта дома, а не для того, чтобы, условно говоря, поддержать его через продажу, эту древесину. Хотя есть и такие точки зрения. Некоторые мои коллеги, мы спорили, в том числе и в Рослисхозе, говорят, не важно, что он с этой древесиной будет делать. Он имеет право на эту льготу, это механизм социальной поддержки его государства. Есть и такой подход. Но мы исходили из того, что все-таки он должен использовать эту древесину по назначению. Сегодня у полномочия органа должностного лица для контроля нет. Поэтому действительно ситуация неоднозначная. Некоторые субъекты на региональном уровне эти полномочия определили у своих должностных лиц. Поэтому такие прецеденты тоже есть. Я считаю, что здесь тоже можно поработать. Не все нужно решать через несение изменений в лесной кодекс. Сегодня, кстати, по собственным нуждам у субъектов есть полномочия по утверждению порядка и норматива в заготовке древесины для собственных нужд. И многие достаточно широко используют субъекты этих полномочий, а достаточно подробно прописывают все механизмы, включая и контроль, кстати говоря, за целевым использованием древесины. А после принятия и вступления в силу 415-го федерального закона и нормы об ответственности, административной ответственности, которая вводится с законами субъектов Российской Федерации. Такие прецеденты у нас есть. Вот Александр Николаевич Марийев будет у нас выступать в соответствующем разделе, может об этом сказать. Еще одна тема. Льгота сегодня во многом предоставлена декларативно, и инструмент ее реализации в разных субъектах не всегда отвечает потребностям граждан. Ну, представьте, просто есть право у бабушки получить 20 кубов, условно говоря, для ремонта своего строения. Бабушка должна пойти в лесничество, выписать эти кубы, постоять в очереди, дадут, не дадут, навяжут ей подрядчика, подрядчик заготовит, заберет у нее лучшую древесину, оставит ей эти дрова и так далее. В конечном итоге она все равно не получит то, на что она, в принципе, могла бы рассчитывать. Целесообразно эту льготу предоставлять через государственные учреждения субъектов Российской Федерации. Именно исключительно таким образом, чтобы бабушка получала не головную боль, может быть, кому-то действительно нечем заняться, но это, поверьте мне, превращается в мучение для людей, когда они пытаются получить древесину. То есть 10 кругов ада нужно пройти, чтобы добиться получения этой льготы. Поэтому речь идет о том, что государственное учреждение должно привести конкретное количество дров в конкретное место по конкретной нормированной стоимости. Значит, тот, кому нужен пиловочник для строительства непосредственно своего дома, должен получить пиловочник на своем участке в том объеме, который ему необходим для строительства этого дома, в соответствии с проектной документацией. Тот, кому необходим деловой лес для ремонта дома, должен получить тот объем делового леса, который должен быть ему передан в соответствии с заключением соответствующих уполномоченных организаций. И в этой части я поддерживаю предложение, надо вот в этой части поработать и заняться этой темой. Да, по вопросам, которые обозначены в сфере охотничьего хозяйства, сильно гармонизация пошла. Я думаю, что коллеги и признали это в своих выступлениях. Дальше будем работать в этом направлении. Есть еще над чем поработать, я подробно останавливаться, с вашего позволения не буду. По дикоросам хотел прокомментировать, Николай Петрович, хотел поблагодарить за то, что вы тему дикоросов берете на площадку комитета. Это как тема с защитными лесными полосами, она очень уж межведомственная. Очень часто возникает вопрос, а какое же головное ведомство на себя эту тему возьмет. И хорошо, когда площадкой становится комитет, где все ведомства собираются на площадке комитета и под таким модерированием комитета добиваются сбалансированного текста. Потому что дикоросы, как и, кстати говоря, тематика по формированию действительно доходной отрасли охотничьего хозяйства, это межведомственная тема. Потенциал и у одного, и у второго направления огромный. И я считаю, что это даже не предмет лесного кодекса. По каждой такой теме могут быть приняты самостоятельные законодательные акты, потому что это нормы комплексного регулирования. Они регулируют различные вопросы. И это не предмет лесного кодекса и даже закона об охоте и сохранении охотчих ресурсов. Это законы действительно о развитии отрасли охотничьего хозяйства, как промышленной отрасли, которая действительно создает огромную добавленную стоимость. Индустрия охотничьего хозяйства, взять Германию, Францию, США, она огромная. Потенциал огромный. Экспертные оценки наши 16 миллиардов, это сейчас, а может быть 160. Если оружие, боеприпасы, стрелковые клубы, ну и так далее. Вообще введение интенсивного охотничьего хозяйства огромный потенциал. Ну и собственно говоря, что касается, самое простое, наверное, это то, о чем говорил Сергей Васильевич Аксенов, Роснедра. Мы с коллегами-соседи, поэтому я думаю, что все, что касается вопросов совмещения законодательства о недропользовании и лесного законодательства, мы будем очень оперативно решать. Спасибо. Спасибо большое. К нам присоединились мои коллеги Дмитрий Валерьевич Сазонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству. И Алексей Валерьянович Канаев, депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству. и руководителя рабочей группы, соответствующей по лесопромышленной тематике, и Тимофей Геннадьевич Кургин, президент Национальной ассоциации «Русский лес». Первый мой вопрос, просьба выступить, это Алексей Варианович Канаев, как раз только что прозвучала тема такого межведомственного взаимодействия, а у нас как раз лесная промышленность постоянно встречается с проблемой, и, может быть, не до конца сформировано этого взаимодействия, о чём мы много раз говорили на площадке Государственной Думы. Пожалуйста. Спасибо, Николай Петрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, готовясь сегодняшним слушанием, спросила своих коллег нашего экспертного совета по лесной промышленности в рамках Комитета по экономической политике, как вы относитесь к нашему лесному кодексу, учитывая, что 10-летний юбилей. Ответ ожидаемый, конечно же, не всё идеально. Много что нужно реформировать и менять. Вознес следующий вопрос. Как это делать? Революционно или эволюционно? И здесь ответ экспертов был однозначен, с вами совпадаем. Я и мои коллеги считаем недопустимым встать на путь очередного периода нестабильности, который будет неизбежно сопровождать попытки создания нового лесного кодекса. Оптимальный путь – улучшение законодательства через внесение изменений в сам лесной кодекс и в подзаконные акты. Причём в согласии это надо делать с экологами, с точки зрения рационального использования госсобственности, и, конечно же, эффективность бизнеса, включая прозрачность, справедливость, честность всех процедур по доступности лесов для лесопромышленников. Возможности таких изменений очевидны, и несколько предложений я сегодня попробую озвучить, насколько позволят регламент. Основа лесопромышленного бизнеса – это доступность ресурсной базы. Процедуры на сегодняшний день прописаны, хотя идёт работа по их совершенствованию. Это правильно. Но всё равно есть те, кто находит ряд лазей. Можем ли мы усложнить жизнь недобросовестным игрокам? Можем, например, исключив возможность субаренды. Этот механизм используется в рамках различных, близких к мошенническим схемам, для ухода от налогов, для недобросовестного поведения на торгах, и то и другое – это как минимум недобросовестная конкуренция. Давайте закроем эту лазейку раз навсегда. Хочешь работать в лесу – следующее правило. Будь добр, решай все вопросы организации соответствующего производства, а не веди дела по принципу офис, стол, стол, ручка и, соответственно, моржу в карман. Причём, на мой взгляд, необходимо правило это усовершенствовать и внедрить следующее правило – получил лес работой, не можешь верни его государству, как неэффективный собственник. Ещё одна проблема – это качество данных. В настоящее время фактически применяются две системы получения данных о лесах – это государственная инвентаризация лесов и традиционное лесоустройство, классическая схема. Вместе с тем, в связи с тем, что мы перешли больше к инвентаризации, данные материала лесоустройства устарели на 30 лет. И при нормальном ревизионном периоде – 10 лет. Средства федерального бюджета, которые сейчас выделяются на восстановление системы лесоустройства, составляют лишь несколько процентов от потребности. А при этом новая система государственной инвентаризации лесов, ну, всё-таки не позволяет в полной мере обеспечить потребности государства, общества, бизнеса и заменить лесоустройство пока не получилось. В результате отсутствие недостоверной информации о лесах и происходящих в них процессах снижает эффективность принимаемых решений и в конечном итоге не способствует инвестиционной привлекательности отрасли. Думаю, было бы правильным восстановить существовавшую систему лесоустройства на всей территории страны с сохранением межревизионных периодов не более 10 лет, а также с использованием современных технологий. Потребность составляет примерно полтора миллиарда рублей, но это могло бы увеличить, по оценкам экспертов, бюджетные поступления примерно в полтора раза. Далее, доступность лесных участков связана с развитием инфраструктуры лесной. Прежде всего, это строительство дорог. Для справки, в России на тысячу гектар леса приходится не более полутора километров дорог. Лидер здесь Северо-Запад 2,2 километра. Для сравнения, в европейских странах 30-40 километров. Вполне очевидно, что лесная инфраструктура обеспечивает экономическую доступность в использовании лесов, а означает, как следствие, многократное увеличение доходов в бюджеты всех уровней. Учитывая обоюдную заинтересованность и для бизнеса, и для государства, было бы правильно посмотреть на возможности поддержки строительства лесных дорог. Как вариант, при создании дорог круглогодичного действия, постоянных мостов и других объектов лесной инфраструктуры, предложил бы инвестиции на их создание рассматривать как долгосрочные, капитальные, в лесной участок, затраты на которые могли бы быть уменьшены из арендной платы, как минимум пропорционально периода использования участка. Или можно было бы, конечно, рассмотреть и иные способы экономического стимулирования развития лесной инфраструктуры. Делать это необходимо. Отчетность. Новая инновация лесного кодекса, не так давно принятая, видеофиксация, фото, дистанционное зондирование, вызывает непонимание о частности сопротивления многих лесозаготовителей. И не потому, что это затрата, а потому, что есть непонимание, прежде всего, что происходит с данными дальше. Массив и поток документов таков, что обработать их силами существующих структур контроля фактически невозможно. Так думает бизнес, и это близко к истине. А раз так, то подобные затраты воспринимаются как нерациональные. Что делать? Отменять? Нет, конечно. Но выстраивать логическую цепочку по обработке информации, чтобы ей могли воспользоваться и контролирующие органы, и бизнес, и в том числе общественники для общественного контроля. Другой вопрос связан с космическими технологиями. К сожалению, на сегодняшний день вынуждены покупать данные иностранных спутников, при том, что обладаем своей мощной космической группировкой. Есть соответствующий закон, он застрял в правительстве, а нам, конечно, к тем тоже. Мы сегодня поговорим еще об этом. Спасибо большое. Это не много, но не успеваем. Спасибо большое. На самом деле мы постоянно сталкиваемся с тем, что даже на площадке Государственной Думы мы смогли наладить взаимодействие между комитетами, существует и рабочая группа. Но я хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний день с точки зрения развития лесопромышленного комплекса и взаимодействия именно с регулированием и управлением лесным хозяйством, на мой взгляд, не хватает этого межведомственного взаимодействия между Министерством природы и Министерством и Минпромторгом. И я думаю, что здесь наша уже будет, наверное, задача, коллеги, на площадке Госдумы все-таки это межведомственное взаимодействие как-то взбодрить, можно так сказать. Спасибо большое. Хотел предоставить слово Тимофею Геннадьевичу Кургину, президент Национальной Ассоциации «Русский лес». Вы представляете как раз лесопромышленников, лесозагодовителей и, в общем-то, тот глаз, рынок, который нам необходим, когда мы обсуждаем разные позиции и изменения в законодательстве. Пожалуйста. Спасибо, Николай Петрович. Добрый день. Лесной кодекс существует около 10 лет, является, я считаю, фундаментом определенным, но не отменяет и не решает всех проблем, вопросов, которые возникают в реальной жизни. Конечно же, лесной кодекс не идеален, но существует, значит, существуют определенные правила игры, это уже большой плюс. Для решения некоторых жизненных задач проблем появляются инициативы Рослесхоза, депутатов, госорганов в центрах и на местах. Мое глубокое убеждение, что работа лесного комплекса страны может и должна быть эффективной только при взаимодействии всех участников процессов при совместной всесторонней работе. И это основная мысль моего выступления. Для верных ответов на такие принципиальные вопросы, как разработка единой стратегии лесного комплекса, определение главных целей, единого, правильного регулирования, необходимо иметь единое мнение, в том числе, профсообществ, тех предпринимателей, которые ежедневно работают на земле, работают в лесу. К счастью, необходимо отметить, что и мы, Сергей Петрович, это обсуждали, что сами предприниматели для этого в определенном смысле созрели. Мы находимся в постоянном контакте в рабочем конструктивном государственной думе с Рослесхозом, Министерством промышленности, с профильными министерствами на местах. В пользу случаях хочу поблагодарить и Рослесхоз, и профильный комитет государственной думы, Министерство промышленности и профильное министерство, здесь присутствуют, Иркутская область, сильно помогают, нас слышат, слушают, слышат. Допустим, есть даже конкретные примеры, у нас один из членов ассоциации имел серьезные проблемы. Как ни парадоксально, но факт в нашей стране, приоритетный проект практически выполнен, леса не хватало. То есть нас выслушали, дали рекомендации, мы пошли с ними в Рослесхоз, составили дорожную карту с Минпромом, закрыли существующий приоритетник. Сейчас работаем совместно с открытием нового, чтобы обеспечить предприятие дополнительной сырьевой базой. В принципе, так как есть примеры того, что механизм взаимодействия с властью предпринимателей работает, нами была создана ассоциация наша. Работа была начата с того, что объединили крупных игроков в Иркутской области. Сейчас на очереди Красноярский край, соответственно, есть заявки от предпринимателей из Дальнего Востока, Кировской области, Коми и других регионов. Могу сказать, что по моему мнению, по моему наблюдению, тут профессиональные сообщества, сами предприниматели тоже готовы к регулярному взаимодействию, уже к этому пришли. Мы понимаем, что, в принципе, надо работать на перспективу не только для получения прибыли, потому что в погоне за 7-минутные выгоды, как здесь говорилось, в принципе, можем потерять отрасль. Нанести ущерб лесному комплексу нечего будет перерабатывать, не будет рентабельности, в принципе, что приведет к потере бизнеса, ослаблению ресурсной базы страны. То есть, в принципе, основная мысль, мы готовы к взаимодействию, сейчас все условия для этого созданы, будем конструктивно взаимодействовать, вместе работать над совершенствием лесного кодекса и развитием лесного комплекса страны. Спасибо. Спасибо большое. Что касается профессиональных объединений, мы на площадке комитета не раз уже замечали и обсуждали вопросы, связанные с профессиональным представительством во всех сферах природопользования. И лес здесь не исключение, потому что даже сегодня то, что мы обсуждали, очень многие вопросы, связанные с разработкой профессиональных стандартов, они ведь завязаны именно на профессиональном сообществе. И если у нас будут развиваться такие объединения, это даст возможность и саморегулироваться рынку в целом. И, в общем-то, работать на то, чтобы понятие добросовестности на рынке, оно становилось все более и более ощутимым и понятным. Спасибо большое. Хотел запронуть вот какой вопрос. Сейчас много мы говорим о том, что необходимо использовать, в том числе и современные технологии для открытости рынка. Много сделано рослой с хозом, система лес-егоиз постоянно совершенствуется, мы тоже обсуждаем, какие функции в дальнейшем должны быть возложены на эту систему. Мы сейчас работаем над поправками к принятым в первом чтении законами, где мы пытаемся прописать в том числе и открытость информации о лесных участках, и вопросы, связанные с публичностью и с введением электронных торгов, и многое-многое другое. Вот что сейчас делается со стороны государства? Александр Николаевич Мавиев, главный аналитик ФГБУ Рослесинфорк, вам слово, пожалуйста. Правильно я понимаю, что как раз вопросы ягодисты в вашем ведении, да? Да. Пожалуйста. Уважаемый Николай Петрович, уважаемый Иван Владимирович, я хотел бы вот как раз рассказать про 415 ФЗ и часть 415 ФЗ лес-егоиз. 28 декабря 2013 года 415 ФЗ был принят, и этим законом на территорийской Федерации были введены новые, значительные требования к учету древесины, к ее перевозке, к маркировке, древесины ценных лесных пород, дубовка и яйсня при экспорте, а также в этом же законе и создании лес-егоиз, информационной системы, которая в себе содержит информацию как о правах пользования лесными участками, так и о передаче прав собственности на товарную продукцию, на древесину, сейчас, с 2017 года, и на пиломатериалы. Нормы были введены этим законом последовательно, постепенно, и вот я считаю, что это важный положительный опыт, который мы получили в ходе реализации 415 ФЗ. Нормы вводились два года, и они вводились раз в полгода на протяжении вот этих двух лет, причем нормы срежательные, которые определяют требования к предпринимателям, опережали на полгода нормы Кодекса административных правонарушений. В такой схеме предприниматели были заранее качественно подготовлены к работе с лес-егоиз и с сопроводительными документами на транспортировку древесины, и это, конечно, было важным аспектом полномерного внедрения новых государственных требований. Считаю, что вот такая практика полномерного внедрения должна повторяться и при развитии лесного законодательства в части учета древесины, учета сделок с древесиной. Последняя введенная норма, однако, вот она была как раз очень коротко введена, то есть буквально один месяц был между принятием норм по пиломатериалам и с 1 июля 2017 года пиломатериалы вошли в лес-егоиз. И благо, что вот все лесопильщики были уже ранее в лес-егоиз зарегистрированы, поскольку покупали круглый лес, но вот мы сейчас понимаем, что посредники, которые продают и покупают пиломатериалы, будут входить в курс дела, в курс новых норм через административные штрафы, что, конечно, временный, но негативно отрицательный опыт. В лесное законодательство впервые было введено 415 ФСЗ декларирование сделок с древесиной. С 1 июля 2015 года юридические лица, идеальный предприниматель, совершившие сделки с древесиной, представляют оператору лес-егоиз, а именно Рослесхозу, декларацию сделок с древесиной. Это абсолютно новая сфера, такого законодательства не было никогда, то есть сделки не декларировались. И должен сказать, что она сейчас фактически работает и очень хорошо. Лес-егоиз является федеральной информационной системой, содержит в себе сведения о участниках оборудования древесины, то есть те, кто продает и покупает древесину, о правах пользования лесными участками, всех договорах о продаже и покупке древесины. По сути, она содержит в себе сведения о происхождении бревна из лесного участка или бревна и доски при их продаже и покупке. Лес-егоиз принимает данные, обрабатывает их, позволяет отследить баланс поступления и продажи древесины каждой породы и каждого качества у любого продавца. Буквально на днях за 1 год и 9 месяцев действия нормы по рекламированию сделок с древесиной в лес-егоиз появилась миллионная сделка с древесиной. Сейчас у нас 1 миллион 81 тысяча сделок с древесиной уже внесена в лес-егоиз, какие-то краткосрочные, какие-то долгосрочные, годовые. Интерес к информации огромный, потому что обобщенная информация о сделках с древесиной, она абсолютно открыта. Это очень большой блок открытых данных. На сайте les-егоиз.ru можно открыть, посмотреть любой желающий, любую сделку, любые правоустановленные документы. Это очень важно, мы считаем. Интерес к этой системе и к этим данным, открытым данным, не только у контролирующих и правоохранительных органов. Это ФТС, ФНС России, МВД России пользуются постоянно, ежедневно теперь уже. Многие представители отраслевого сообщества, прежде всего покупателей сырья, общественной организации. Интерес крупных покупателей сырья очень простой, и он полностью совпадает с государственными интересами. Покупатели с января 2016 года, когда нормы уже стали действовать, по внесению сделок с древесиной в лес-егоиз, они перестали брать древесину неизвестного происхождения. От черных и от серых схем потребовали от поставщиков сырья зарегистрироваться в лес-егоиз, контролируют сами происхождение древесины у поставщиков через открытые данные, которые на сайте лес-егоиз размещены. Также действуют абсолютно так же и аудиторы в системах добровольной рисунки сертификации. Мы видим, что это имеет кумулятивный эффект, мы видим, что снижается заготовка древесины для собственных нужд граждан, то есть спроса реального у граждан такого нет. Раньше был спрос, потому что она перепродавалась, то есть сейчас гораздо меньше спрос, потому что крупные компании не покупают такую древесину. Ранее она по серым схемам, эта древесина выбрасывалась на рынок и демпинговала местная цена на сырье. При этом мы видим ежегодное увеличение заготовки древесины в соревнованных лесных участках, а в ряде многоестных регионах выход древесины на цену у нектара увеличился при сохранении общих врубаемых площадей. Поскольку времени не так много, материалы я предоставил, поэтому я, наверное, о таких ключевых вещах скажу, которые касаются развития системы. Будущие системы учета сделанных с древесиной мы рассматриваем в увязке с технологическим прогрессом, с развитием маркировки древесины, с расширением списка продукции, подпадающей по действию весного законодательства и вносимой в лес ЕГАИС. Мы в перспективе думаем о замене бумажного сопроводительного документа на транспортировку древесины, который является одним из самых слабых пунктов всего 415 ФСН, он самый критикуемый, он легко подделываемый, на неподделываемую идентификационную карту с уникальной архитметкой, также вносимой в лес ЕГАИС. То есть можно будет и сопроводительный документ в лес ЕГАИС посмотреть. Это очень тоже важная тема. И плюс, значит, по лес ЕГАИС в 2018 году будет добавление модулей лесные платежи, цены на древесину, то есть мы уходим не только на сырье, но и на ценовые показатели, на сценарий расчета платежей за пользование лесными ресурсами на основе рыночных цен на лесобумажную продукцию и будем дорабатывать модуль профилей рисков, который связан с административной ответственностью на расширке лесного законодательства, в том числе разработка специальных профилей рисков под незаконную заготовку древесины, специальную, и контрабанду лесной продукции. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Важнейшая часть, конечно, деятельности Рослесхоза – это система лес ЕГАИС. Но мое глубочайшее убеждение, что, конечно, эффективность от такой системы будет, конечно, минимальной, если мы не обеспечим на законодательном уровне, во-первых, обязанность всех участников этого рынка использовать эту единую базу данных. И очень важно, мне кажется, эта часть, которая связана именно со сбытом. Дело в том, что если мы прекратим возможность вот такого вот серого сбыта, то, что сейчас происходит, то, соответственно, и на местах будет значительно больше порядка. Есть еще одна тема, которая связана в том числе и с публичностью процессов всех. Это вопросы, связанные с электронной торговлей. И я хотел бы предоставить слово управляющему директору Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Алексею Михайловичу Рыжкову. Вы как раз, собственно, занимаетесь тем, чтобы все торги вот такими ресурсами, в том числе, как лес, они были как можно более публично, понятны. Вот что можно в лесной отрасли развивать в этой связи? Пожалуйста. Николай Петрович, спасибо за возможность выступить через столь уважаемую аудиторию. Ну, немного о нас. Можно презентацию? Следующий слайд сразу. Биржа была создана в мае 2008 года по поручению президента нашей страны Валима Владимировича Путина. Учредителями нашей площадки являются все крупнейшие предприятия, наверное, Российской Федерации. Такая народная биржа в коммерческом плане. Вот, 98% российского биржевого товарного рынка торгуются на нашей площадке. Ну, чтобы представляли масштабы, 20% объема потребления нефтепродуктов Российской Федерации торгуется через биржу. Котировки биржи накрывают всю тарриторию Российской Федерации по нефтепродуктам, по всей линейке нефтепродуктов, потребляемых в Российской Федерации. Помимо этого, у нас торгуется газ. Мы развиваем торги лесом, материалами. Общий оборот в этом году сейчас составляет свыше уже 600 миллиардов рублей. На площадке зарегистрировано более 2000 участников. Мы развиваем государственный проект по раскрутке торгов поставочным фьючерсным констрактом на нефть Юрлс в противовес бренду. Надеюсь, год через два-три его признают в мире. Ну и ведем регистрацию вне биржевых договоров со всеми сделками по нефтегазу, природному нефтепродуктам, с жирным углеводородному газу, углю и зерну. Следующий слайд. Основными моментами, которые поддерживают биржевую торговлю, это являются два поручения президента нашей страны Валима Владимировича Путина. Это поручение 2013 года о создании на территории Иркутской области пилотного проекта по организации биржевой торговли в рамках секции лесопистоематериала нашей биржи. Участниками этого проекта стали лесхозы Иркутской области. И проект стартовал 11 июля 2014 года. По сути дела, это была отправная точка проекта. Также в 2017 году вышло поручение о рассмотрении целесообразности организации торговли экспортированными необработанными круглыми лесоматериалами на товарных биржах и о необходимости предоставить предложение о реализации древесины, полученной при рубках лесных насаждений государственными учреждениями на товарных биржах. Данные поручения были подкреплены соответствующими распоряжениями нашего правительства в 2015-2016-2017 году, но, к сожалению, особой реализации эти поручения не возымели. Следующий слайд. Результаты нашего проекта на текущий момент. Вот идет четвертый год. Четвертый год мы показываем рост. В этом году мы планируем выйти на 1 миллион кубов. Немного в масштабах страны, но с точки зрения развития торговли мы считаем, что это не такая плохая позиция, не такой плохой результат по итогу. В торгах на текущий момент принимают предприятия прежде всего Иркутской области, Пермского края, Кировской области. Ну и основные моменты, чему мы научились за 4 года, это были сформированы основы для функционирования организованного рынка лесоматериалов Российской Федерации, организованного, это значит, биржевого, заложена основа формирования объективных ценовых индикаторов на рынке леса, и участники рынка оценили возможности открытого биржевого рынка, эффективность участия в торгах от дотаций и отсутствия технологий к самоокупаемости и инвестициям в будущем. Следующий слайд. Какова эффективность торгов? То есть, что мы показали на первом этапе реализации пилотного проекта в Иркутске? Ну, 2014 год, когда мы начали проект, начинался он с проведения аукционов на древесину, солнцинитарно-оздоровительных мероприятий. Что мы имели? Регулярные дотации с бюджета на проведение самов, отсутствие денег, мощностей на сортировку и обработку лесхозов, минимальные объемы на биржевых торгах с сортовым лесом и отсутствие торгов пиломатериалами. Продажа в основном осуществлялась на местах вырубки без достатки для складов и удобных для покупателей мест. Что мы имеем на 2017 год? Это практически 100% самоокупаемость лесхозов по Иркутску и возможность инвестиций в производство, самостоятельная заготовка, сортировка, обработка древесины, увеличение более чем в два раза объема торгов с сортовым лесом и появление биржевых договоров с пиломатериалами и продажа на специализированных складах, удобных для покупателей с отгрузкой, в том числе и по железной дороге. Так вот, для цифр объем за один куб сама вырос с момента старта в 6 раз. Это государственный эффект с точки зрения поступления денег, в том числе и в бюджет. Следующий слайд. Ну и проблемы рынка и основные моменты, на которых мы хотели бы остановить свое внимание. Это прежде всего несовершенство правил распределения товарных квот и порядка выдачи разовых лицензий на экспорт круглого леса, которые способствуют распространению серых схем экспорта и незаконного заготовления древесины, которые в свою очередь позволяют получать НДС к возврату в больших суммах, чем уплачивается, и покупать документы на незаконно вырубанный лес. Второй момент – это непрозрачный в небиржевой рынок и его ценообразование, которое способствует недооценке российского леса, что ведет, в свою очередь, к недополучению доходов государством. Что дают биржевые торги? Прежде всего, конкурентные анонимные биржевые торги определяют справедливую цену российского леса, появляются объективные индикаторы цены и увеличиваются поступления доходов. Можно буквально секунду? Спасибо. Биржевая сделка – она публична и прозрачна. Схемы с эффективной покупкой древесины и услуг для последующего возмещения НДС при биржевой сделке практически невозможны. Ну и какие совместные шаги мы могли бы осуществить по развитию рынка, который мы видим для себя? То есть, прежде всего, во-первых, внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части включения в типовой договор аренды лесного участка, целью аренды которого является в том числе заготовка древесины, обязательство реализовывать на биржевых торгах часть заготовленной древесины в объеме не менее, ну, мы написали здесь 30%, здесь как определит государство, в пересчете на заготовленный объем в кубических метрах. С целью организации торговли экспортируемыми необработанными круглыми лесоматериалами, пункт 1, поручение президента, о котором я уже говорил, на товарных биржах, то есть вот тоже требуется внесение изменений в законодательство, поскольку вопрос не решенный до сих пор. Ну и второй момент – это организация взаимодействия биржи и ЕГАИС, без этого мы не можем, по учету древесины в целях оптимизации бизнес-процессов участников рынка, подготовки оперативной статистической информации о рынке, ну и в том числе развития рынка. Следующий слайд. Доклад окончил, спасибо. Спасибо большое, коллеги. Ну, я думаю, что здесь, конечно… А вот… Нет, спасибо. Значит, я думаю, вы знаете, здесь как раз мы попросим потом Ивану Владимировичу прокомментировать. Спасибо большое. Потом, да, спасибо. Но вы знаете, я вот, что достаточно, ну, смотрится непонятно, я думаю, что если там хорошие условия, если это хорошие цены, то лесники сами пойдут. Но вот люди с места, они всегда все лучше знают. Поэтому, Александр Владимирович Бахтин, глава Бугучанского района Красноярского края, вы, как никто другой, знаете, а что вот прямо вот непосредственно на местах. И интересны ли вот те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, и те, в том числе, технологии для тех, кто работает вот непосредственно в лесу на земле. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Я руковожу самым крупным сельским районом Красноярского края, и одновременно наш район является самым лесным районом Красноярского края. Ежегодный объем годовой рубки у нас более 10 миллионов кубических метров. В своем выступлении я коснусь всего одного вопроса, все вопросы интересные, но коснусь всего одного вопроса, который, я считаю, самый важный для лесных сельских районов. Многие десятилетия основы экономического и социального благополучия нашего района и главным фактором демографического развития была лесная отрасль. Еще 10 лет назад лесозаготовительные предприятия обеспечили две трети общего объема всей производимой продукции. В них трудилось более 6 тысяч человек из 50. В настоящее время численность занятых заготовки и переработки древесины сократилось менее чем до 2,5 тысяч человек. Из более чем 20 градообразующих предприятий, которые раньше были или имели свои производства практически во всех населенных пунктах нашего района, работает фактически только 7. Данная ситуация обусловлена как предоставлением лесных ресурсов в долгосрочную аренду по результатам открытых аукционов, где единственным фактором является цена за кубический метр, так и предоставленной возможностью арендаторам передавать свои права и обязанности по договорам аренды участков лесного фонда любым другим предприятиям. Проведенные за последние 6 лет аукциона показали, что местные предприниматели не в состоянии конкурировать с иногородними предприятиями. Те, как правило, самостоятельно не осуществляют заготовку и переработку древесины, не имеют наемной рабочей силы, не уплачивают налогов в отличие от местных городообразующих предприятий, которые официально устраивают людей на работу. Как правило, платят налоги, осуществляют уплату страховых платежей в разы больше, чем иногородние бизнесмены. Постоянно участвуют в социальной жизни поселков от ремонта соцобъектов и содержания дорог до проведения различных культурных и спортивных мероприятий, а также всесторонние принимают участие в вопросах жизнеобеспечения населения и благоустройства. При неполучении лесного ресурса городообразующие предприятия не смогут обеспечивать работу местных жителей, люди будут уезжать, что сейчас уже и происходит. Я приведу всего лишь один пример. Вот 8 компаний, прописанные за проделы нашего района, имеют годовую рубку 1,1 млн кубических метров. За 2016 год, в 2016 году они показали работу, суммарно у них 14 человек, уплачено налогов 72 тысячи рублей в год с 1,1 млн кубических метров заготовки. А вот три местных городообразующих предприятия, в которых работает почти 200 человек, уплатили в 2016 году 5 миллионов налогов, более 5 миллионов налогов. А суммарный объем заготовки у них составил всего 130 тысяч кубических метров. Вот видите сами такие цифры. Учитывая вышеизложенное, я вот, кстати, уверен, что точно такая же ситуация, во всяком случае, у нас в Красноярском крае происходит повсеместно. Я уверен, что это касается и других регионов, лесных районов, и эту ситуацию необходимо как-то менять. Учитывая вышеизложенное в целях обеспечения социально-экономического развития лесных территорий и муниципалитетов, считаю необходимо просить вас рассмотреть возможность снести законопроект о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации, возможность замены аукционов на право аренды участков лесного фонда на конкурсы, где одним из важнейших факторов будет наличие лесозаготовительной техники, деревообработки, достаточное число работников, состоящих в штате предприятия и согласование органов местного самоправления или, может быть, какие-то другие предложения. Это, несомненно, позволит повысить эффективность использования лесных участков, будет способствовать развитию лесоперерабатывающих предприятий, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса. Сохранить и укрепить социальную составляющую поселения. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что потом еще Иван Владимирович прокомментирует, потому что это как раз тема того законопроекта, который сейчас уже принят в первом чтении на площадке Государственной Думы. Но вот вы знаете, то, о чем вы говорите, и вот мы сейчас тоже с Иваном Владимировичем это и обсуждали, и до этого, и на комитете, и непосредственно на обсуждении первого чтения, то, что нам очень важно сделать прозрачными, понятными и справедливыми критерии отбора. Потому что, к сожалению, так же, как и добросовестность, и эффективность, очень часто вот эти критерии, они являются, понимание этих критериев, оно очень субъективно. Поэтому нам, конечно, через широкие вот слушания, через обсуждения, через участие и профессиональных объединений, и муниципалитетов, необходимо, конечно, будет вот это вот все определить. Но я не сомневаюсь, что мы, в конце концов, в самое ближайшее время придем к некому взаимопониманию в этой области. Мы много говорили о вопросах лесопромышленных, но всегда обратная сторона этой медали – это лесовосстановление. И лесовосстановление, к сожалению, у нас в последние годы идет не так, как хотелось бы. И у нас в любом случае, к сожалению, так или иначе, но леса исчезает больше, чем восстанавливается. Я хотел предоставить слово Дмитрию Валерьевичу Сазону. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Николай Петрович, уважаемые участники слушаний. Во-первых, хочу поблагодарить комитет за организацию парламентских слушаний на эту тему, поскольку для лично меня, как депутата-одномандатника, площадь территории округа моего 61-го Куннымкарского – 90 тысяч квадратных километров и 160 тысяч квадратных километров всего Пермского края. И в этом смысле большая часть как раз этих территорий – это лесные территории. И у меня есть такой формат взаимодействия с главами наших районов, нашего округа. Мы каждую региональную неделю собираемся и обсуждаем наши проблемы. Вот практически все проблемы от глав, они там собираются, и мы проводим встречи с региональным правительством, с региональным министром. И каким-либо региональным министром первым главы запросили встречу с министром природных ресурсов. У нас такие встречи уже проходили неоднократно. И обсуждаем различные вопросы, начиная от доступа инертных материалов, заканчивая статусом лесных поселений. Это тоже тема такая смежная, но очень чувствительная для жителей, для граждан. Но я бы хотел сконцентрироваться вот на двух вещах. В первую очередь это буду говорить о необходимости восстановления государственных организаций, которые будут проводить лихо-хозяйственные мероприятия. Почему говорю о необходимости восстановления государственных организаций, хотя сам являюсь противником в принципе разного рода мупов, гупов, поскольку в принципе, но по большому счету на конкурентном рынке это действительно зло, может даже абсолютное зло. Но вот там, где нет рыночной конкуренции, где бизнеса нет, особенно на тех лесных участках, где они не заявляются ни на конкурсы, ни на аукционы, там конечно необходимо вести государственную работу. И в этом смысле в Пермском крае сегодня уже шесть лесхозов создано, два сейчас создаются. Кудымкровский, кстати, как раз в моем округе и Чусовской. И на мой взгляд, тем самым будет завершено создание сети бюджетных учреждений, выполняющих комплекс лесохозяйственных работ на всей территории Пермского края, исключительно на свободных от аренды лесных участков. И это принципиально важно, поскольку, видимо, это та территория, на которую бизнес не заявился или, возможно, по каким-то причинам не готов сегодня там работать. Значит, конечно, для обеспечения экономической устойчивости таких лесхозов необходимо, в первую очередь финансовая составляющая. И на мой взгляд, думаю, что большинство регионов испытывают такую сложность. У нас, например, бюджетная обеспеченность порядка 60-70% на выполнение, собственно говоря, основных потребностей. Недофинансирование сказывается на выполнении работ, связанных с обустройством лесов, противопожарной работой и так далее. Я даже процитирую пункт 6 перечня поручения президента, который 31 января 2017 года, с номер 173, по итогам проверки контрольным управлением президента, предоставить предложение по реализации древесины, полученной при рубках лесных насаждений государственными учреждениями в товарных биржах. Собственно говоря, это идёт в контексте, в том числе, и работы товарных бирж, это первое, да, и второе, это идёт в контексте того, чтобы обеспечить финансирование вот этих организаций, этих учреждений. Ну, собственно говоря, предложение следующее. Расширить предмет деятельности государственных учреждений в сфере лесного хозяйства, дополнить таким видом, как деятельность и как продажа продуктов распиловки древесного сырья на товарных биржах. Второе – это установить норму предоставления лесных участков в постоянное и бессрочное пользование государственным учреждениям субъектов Российской Федерации, осуществляющие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, по аналогии с федеральными государственными учреждениями, например, с учреждениями ГУФСИН, с возможностью проведения рубок в спелых и перестойных насуждениях. При этом установить, на мой взгляд, принципиально важно, требования реализации древесины, полученные при проведении сплошных рубок исключительно на товарных биржах. Это позволит в том числе привязаться к рыночной стоимости и государству получить максимальную цену и максимальную пользу в бюджет именно от реализации этой древесины. Ну и третье, средства, полученные этими учреждениями, естественно, направить на укрепление материально-технической базы таких организаций. Ну, вторая проблема, это я хочу просто поддержать своих коллег. Вы обратили внимание, Николай Петрович, у нас сегодня в слушаниях участвует достаточно представительная делегация Пермского края, всех уровней власти я имею в виду, представители министерства регионального есть, представители законодательного собрания, общественники даже есть, ну и, соответственно, депутаты Государственной Думы. Поэтому присоединяюсь к предложениям Романа Михайловича Водянова, который говорил о том, что необходимо, наверное, обязать тех, кто, организаций, которые занимаются линейными объектами, просто выкупать эту древесину. Мы с ними обсуждали с этим бизнесом, они говорят, нам это гораздо проще. Почему? Потому что мы не можем ввести в эксплуатацию наши линейные объекты, из-за того, что на аукционе аукционы не состоялись. Ну и, собственно говоря, предлагаю, как раз в силу вот всех этих обстоятельств, возможно, ближайшее, как Вы запланируете, выездное заседание комитета провести в Пермском крае, в Кудымкарском нашем округе, вообще в городе Кудымкаре, с участием, естественно, и Рослесхоза, и агентства. Спасибо большое. К вопросу, мы только что обсуждали, биржевую торговлю, если говорить об обязательном участии предпринимателей в биржевой торговле, это действительно вызывает определенные споры и так далее, но если мы говорим о бюджетных организациях, об учреждениях, то здесь как раз это абсолютно понятный механизм, и недаром, в общем-то, появилось такое поручение президента. Коллеги, спасибо большое, мы закончили этот блок, прошу Вас занять места в зале, и, соответственно, Иван Владимирович, короткое резюме по вот этому блоку, если можно. Спасибо большое, Николай Петрович. Начали мы этот блок с выступления Алексея Валяновича. На самом деле, вот вопрос запрета субаренды, он, безусловно, требует проработки. В каком контексте? Безусловно, наверное, эту тему нужно поддержать, но исходить еще из того, что в любом случае существуют иные механизмы уступки прав, в том числе через продажу долей, через продажу акций и так далее, или решить ли это вопрос, наверное, нужно, по крайней мере, дополнять регулирование этими вопросами, чтобы, отказавшись от субаренды, мы не получили просто изменение подхода в виде продажи акций долей, а судьба осталась бы та же самая. Что касается лесоустройства, безусловно, мы очень серьезно работаем над повышением роли лесоустройства. В последнее время у нас подготовлена новая концепция лесоустройства. Мы ее будем обсуждать 5 декабря в Новосибирске на Всероссийском совещании. Уважаемые коллеги, всех заинтересованных в этой тематике, приглашаю. Действительно, нам требуются новые подходы, потому что роль лесоустройства после принятия лесного кодекса, она резко понизилась, предпочтение было отдано государственной интеризации лесов, как справедливо здесь было отмечено, но при этом мы сегодня, как мне кажется, нащупали ту грань, которую можно провести между государственной интеризацией лесов и лесоустройством. Все-таки это немножко разные инструменты. Сегодня у нас государственная интеризация лесов будет в основном работать в привязке все-таки к нашим международным обязательствам, в том числе в рамках Парижского соглашения. И по поручению Сергея Борисовича Иванова мы, в общем-то, отработали сейчас и технологии, и инструментарии, который позволит нам завершить полностью государственную интеризацию лесов Российской Федерации до 2020 года, для того, чтобы подойти к ратификации Парижского соглашения уже, скажем так, с учтенными лесами в соответствии с международно принимаемыми и акцентуемыми практиками. Потому что не всегда те технологии учета, которые мы принимаем, могут быть поддержаны нашими уважаемыми коллегами на Западе. А с учетом, скажем так, той риторики, которая звучит в других областях, мы не ожидаем очень простого прохождения наших данных и ожидаем, что, возможно, к ним тоже будут относиться немножко по-другому и более скептически, чем к данным другой, скажем так, другой страны в этом направлении. Поэтому я думаю, что мы нащупали это соотношение, будем обязательно работать. И мы продолжаем все-таки поддерживать заявки субъектов на проведение лесоустройства в отношении либо уже арендуемых участков, мы должны уточнить запас там прежде всего, об этом нам сказал президент Российской Федерации в своем поручении, еще по итогам президиума Госсовета в 2013 году. И будем проводить лесоустройства и поддерживать финансовые такие заявки субъектов в отношении предполагаемых к предоставлению участков для реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов. То есть потратили деньги, вложили, но если этот участок простаивает и, в общем-то, не вовлекается в оборот, это не совсем экономически корректно. Поэтому такую задачу нам уже поставили, и мы будем из этого исходить. Фото-видеофиксация – болезненная тема. Действительно, бизнес восстынил ее неоднозначно. Сложная нагрузка. Понятно, какие цели преследовал законодатель, когда устанавливал это требование, потому что действительно очень часто бумажные отчеты, они были бумажными отчетами с учетом удаленности, труднодосудности территории, проверить очень сложно. А на самом деле ни мероприятий, ни объемов, ничего там не выполнили. Поэтому я понимаю, мы действительно думали над инструментарием. Здесь мы отрабатываем эту тематику все-таки во взаимодействии с Роскосмосом. Нужно использовать более активно дистанционные. Мы сегодня еще поговорим об этом. Да, это важное направление. Я здесь на этом закончу. С точки зрения иностранных снимков, пока вынуждены закупать. Доля Роскосмоса ежегодно растет, с учетом расширения спутниковой группировки. Вышли немножко за 40% в прошлом году. То, что покрывается бесплатной съемкой с Роскосмоса. Надеемся, каждый год это соотношение будет у нас увеличиваться. Значит, тоже в ответ на выступление представителей бизнеса, я думаю, что будем с бизнесом взаимодействовать. Всегда все наши даже сложные вопросы обсуждаем с представителями бизнеса. Один из таких острых вопросов, который обсуждаем, это тематика изменения подходов к ставкам платы за лесные ресурсы. Значит, исходим из того, что ставки платы текущие. Действительно, они морально и физически, и экономически устарели, они перекочевали из советской плановой экономики. Сегодня все-таки исходим из того, что в ближайшее время, есть поручение президента по этому вопросу, исходим из того, что все-таки мы перейдем рано или поздно на рентный подход. Сегодня вот эти рентообразующие факторы, изучаем структуру себестоимости у арендаторов. То есть не подходим к этой теме директивно, а исходим из того, что, наверное, бизнес не очень заинтересован, особенно в контексте недавнего повышения ставок платы за использование ресурсов, в том, что ставки просто ежегодно будут индексироваться. Рано или поздно мы, скажем так, перейдем все возможные пределы, а если мы будем учитывать рентообразующие факторы, как это делается во всем цивилизованном мире, наверное, это будет правильно. Это даст справедливую цену лесного ресурса и будет стимулировать на глубокую переработку травесины. Что касается выступления по поводу лес-егоиста, Александр Николаевич Мариев буквально хотел добавить, что после введения, он об этом пытался сказать, может быть, не так отчетливо, после введения, значит, после вступления запрета на продажу гражданами древесины, одновременно, практически через некоторое время, заработали нормы, которые позволяют малому и среднему бизнесу сегодня заготавливают древесину по договорам купли-продажи. То есть раньше малый и средний бизнес уходил в нишу граждан, просто покупал эту древесину у граждан и потом ее перепродавал. Вернув возможность малому и среднему бизнесу заготавливать древесину по договорам купли-продажи, мы сразу же отметили резкое снижение объемов, которое, значит, ранее приходилось на граждан. То есть малый и средний бизнес, вынужденно находившийся в тени, сейчас потихонечку начинает переходить в сегменты. А с тем регулированием, которое мы сейчас обсудили по удовлетворению собственных потребностей граждан, я думаю, что мы можем добиться решения этой проблемы в самом обозримом будущем. Значит, по Иркутской области, по бирже, да, вот Раиса Васильевна задала вопрос, а что нам эта биржа дает, да? Вы знаете, я просто простой фразой отвечу, вот коллеги, очень удачное сравнение привели 2014 год и 2017 год. В 2014 году в лесхозах действительно было все достаточно непросто и экономически, после того, как директивно, это, конечно, не очень правильно, да, заставлять кого-то продавать через биржу. Ну вот заставили, да, в порядке пилотного проекта, потому что бизнес пока не верил, не понимал, проще было самому продать и так далее. Значит, директивно заставили лесхозы продавать через биржу. Оказалось, мы анализировали, да, значит, в Иркутской области цена через биржу тех же самых ассортиментов там в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране. Почему? Потому что деньги в доме, да, вот в этом смысл биржи, да, для государственных учреждений. Потому что раньше практически при каждом государственном учреждении, ну не при каждом, простите, там резко, на раз слишком будет, да, при многих государственных учреждениях появлялась рядом компания, учрежденная там тетей, родственницей и так далее. И по, так, как трансфертное образование, да, с минимальной наценкой древесина продавалась туда, а потом с двойной наценкой она уходила уже окончательному поставщику. Биржевая торговля исключает вот такие схемы. Деньги поступают в бюджеты, экономические механизмы начинают нормально, полноценно работать. Поэтому я считаю, что биржевые механизмы надо внедрять. Я на следующей неделе буду по приглашению Максима Геннадьевича Решетникова в Пермском крае, значит, у нас совместно с руководителем ФАС, Игорь Юрьевичем Артемьевым, там совещание именно как раз по развитию биржевой торговой лесоматериалом. Так что будем эту тему обсуждать, она актуальна, в ФАСе работа продолжается. Значит, по закреплению постоянных лесосырьевых баз, очень важная проблема, которую глава муниципального района Богучанского поднял. На самом деле рейдерство очень характерно при аукционной системе, заявителем может быть кто угодно, значит, 10 тысяч рублей, уставный капитал, регистрация и вперед пошел. Участвуешь наравне с другими, у кого есть там и техника, и оборудование, это проблема известна. Значит, вопрос, ну, безусловно, если есть 8 компаний, которые заготавливают миллион, заготавливают по минимальной цене и платят 72 тысячи рублей, но вопрос, как случилось так, что предоставили, да? Ну, тоже, видимо, не все было так прозрачно в тот момент, когда состоялись эти торги. Это я вам из практики могу сказать, потому что мы, когда начинаем эти клубочки разматывать, получается, что изначально при проведении торгов, видимо, были какие-то не очень правильные договоренности. И, соответственно, аукционы не были прозрачными, не были открытыми, цена не повысилась. Более того, местные, возможно, и не знали о том, что эти аукционы в этот момент проводились. Ну, не дошла до них информация. Вот. Они бы, безусловно, приняли участие, они сегодня заинтересованы в получении древесины, у них есть ресурсы, оборудование, у них другая экономика. Они могут позволить себе платить больше арендную плату, потому что у них, собственно, переработка непосредственно там. Поэтому здесь тоже надо смотреть на эту ситуацию. Значит, по спелым перестойным, сразу могу сказать свою позицию, да, значит, по, опять же, предложению из Пермского края, вы знаете, я считаю, что действительно необходимость включения заготовки спелых и перестойных настроений назрела на неарендованной территории. Есть вот определенные факторы, которые могут осложнять эти процессы, говорят о том, что субъекты будут придерживать для себя хорошие участки, не будут, значит, выставлять это бизнесу. Ну, такие вот разные дискуссии звучат. Я считаю, что, Николай Петрович, нам эту тему нужно двигать, потому что то, что действительно неинтересно бизнесу, почему это не должно приносить доход государству? Там можно выполнять мероприятия, но там нельзя зарабатывать государственному чуть-чуть денег. Ну, найдут специалисты возможность заготовить древесину, нормально ее продать и поддерживая инструмент биржевой торговли. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, тема огромная. Мы еще будем все время возвращаться к этим всем вопросам. Ну, и, конечно, очень важно, что у нас должно быть несколько таких вот базовых принципов. Это, во-первых, это, конечно же, полнейшая открытость всей этой сферы и во всех проявлениях, на всех этапах. Мне кажется, это включает в себя и участие профессионального сообщества, широкое обсуждение всех этих проблем. Ну, и, конечно же, мы должны всегда помнить, что обратная сторона медали – это лесовосстановление. Поэтому, развивая лесную промышленность и всю эту отрасль, мы должны в обязательном порядке обязательно говорить и принимать меры по повышению эффективности лесовосстановления. Я хотел поприветствовать своих коллег. Татьяна Анатольевна Гигель, член Совета Федерации. Владимир Владимирович Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. И Евгений Ростянович Надершин, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И давайте тогда продолжим вопросы, которые затронул уже Дмитрий Валерьевич, а это, в частности, охрана и защита лесов. И я хотел бы, прежде всего, слово предоставить Владимиру Владимировичу Бурматову, потому что все-таки лес – это, как принято говорить, легкие наши земли. Это вопросы экологии. И экология леса – это тема, которая должна быть тоже все время в нашем поле зрения. Пожалуйста. Николай Петрович, во-первых, большое спасибо вам лично и комитету, и за организацию сегодняшних парламентских слушаний, и за приглашение выступить, и за ту работу, которую мы вместе, что называется, в четыре руки в Государственной Думе проводим. Потому что, знаете, это тот случай, когда кооперация дает хороший положительный эффект. Поэтому я очень благодарен, очень дорожу этим взаимодействием и сотрудничеством. Комитет по экологии, охране и окружающей среды взял под защиту леса особой категории – это защитные леса. То есть это леса, которые сами по себе являются надежным счетом в решении многих экологических проблем, и при этом сегодня сами требуют защиты. И вот совместными усилиями с комитетом Николая Петровича Николаева мы здесь стараемся предпринять усилия, чтобы не допустить ослабления режима охраны таких лесов. Я бы даже сказал еще большего – ослабления режима охраны таких лесов. Я могу констатировать, что лесной кодекс в свое время достаточно серьезно защищал эту категорию лесов. Правой режим охраны защитных лесов был даже жестче, чем на особо охраняемых природных территориях. И леса в границах таких территорий часто оставались лесным фондом, потому что были как раз надежно защищены лесным кодексом. Особенно это было актуально для региональных особо охраняемых природных территорий. Так было надежнее, но так было раньше. Сегодня мы видим, что лесной кодекс в этом направлении постепенно дал слабину. И при этом мы понимаем, что это особые леса. Мы не должны этого забывать. Это леса, которые защищают наши водные объекты. Они защищают их лучше, чем любое искусственное берегоукрепление. Защищают землю от эрозии, плодородные пашни от выветривания. Города от высокой антропогенной нагрузки. И можно долго еще перечислять все позитивные факторы, которые эти леса имеют и оказывают. Что мы видим сегодня? Мы видим, что защитные леса становятся часто, может быть грубо выражать, но помехой. Кое для кого. Значит, начинают снимать ограничения по их использованию, ослаблять режим охраны. В отдельных вопросах это может быть чем-то, чем-то. И можно оправдать. Но, наверное, в абсолютном большинстве случаев этого делать совершенно нельзя. Многие площади защитных лесов оказались под угрозой в связи с началом действия лесной амнистии. Мы, опять-таки, вот с Николаем Петровичем очень внимательно следим за тем, как реализуется этот закон. И чутко стараемся реагировать и выявлять любые угрозы. И это у нас находится сейчас на парламентском контроле у нашего комитета. Вот этот вопрос. Не потому, что закон лесной амнистии плохой. Он хороший, выберенный. Мы его долго шлифовали. И он стоил больших усилий. И, значит, не так давно мы обсуждали правоприменительную практику. И, в принципе, у нашего комитета там три только таких системных замечания на сегодняшний день. И то это даже больше не замечания, а риски, которые мы видим. А потому, что мы сегодня не знаем, где эти защитные леса расположены. Границы этих лесов либо не определены, либо данные о них устарели настолько, что не являются актуальными. У нас вокруг крупных городов в основном расположены защитные леса. Они легкие этих городов. И мы все знаем, куда лесная амнистия в первую очередь пойдет. Она пойдет как раз к крупным городам. Но все прекрасно понимаем, что граждане не должны отвечать за ошибки, допущенные региональными властями в свое время. Они, когда эти участки приобрелись законно, ничего не поделаешь. Но регионы сегодня должны активно использовать норму компенсации утраченных лесов, восполнять потери, должны находить участки и восстанавливать легкие городов. Что касается дополнительной защиты таких лесов, мы все знаем, что сегодня действуют лесные нормы. Также и в законе об охране окружающей среды пришлось идти на дополнительные меры и прописывать дополнительные нормы о защите защитных лесов. Я сейчас говорю о лесопарковых зеленых поясах, о так называемых зеленых щитах, которые создаются вокруг городов. Зеленый щит защищает и городские леса, что очень важно, потому что у таких лесов сегодня отсутствует практически всякая защита. Мы все знаем, что у муниципалитетов часто бывает невыгодно, неинтересно создавать у себя городские леса. В этом случае как раз на помощь и призван прийти вот этот так называемый зеленый щит. Иначе наши жители крупных городов, мегаполисов потеряют последние оставшиеся в городах парки, потеряют вот эти вот самые зеленые легкие городов. К сожалению, не везде, но я так очень политкорректно, если выражаюсь, удается быстро организовать такие зеленые щиты. Это мое время, да, вышло? Добавьте минуту, пожалуйста. Да, спасибо. Всего в нескольких регионах созданы они в России. Первой стала Смоленская область. И мы бы очень хотели, чтобы органы власти внимательнее, конечно, относились к этой проблеме. И хотели бы обратить на это внимание в том числе и общественности. Ведь механизм был создан в том числе для того, чтобы вовлечь и активных граждан, и организации, и создать вот эту вот зеленую зону вокруг каждого города. Нас сегодня также беспокоит судьба лесов на особо охраняемых природных территориях. Тоже со стороны действия лесной амнистии. И мы также стараемся их защитить нормами закона. Байкальские леса под особым контролем у комитета находятся, несмотря на то, что президент сделал упор на экологической компоненте Байкала. Там мы видим большое количество безобразия. Мы очень, кстати, благодарны Генеральной прокуратуре за позицию по Байкалу. Я недавно выступал на коллегии. Мы получили полную поддержку. И буквально пунктирно, две секунды еще, что мы бы хотели видеть в перспективе. Наша общая задача – это сделать комфортной жизнь наших граждан. То есть создать комфортную экологическую обстановку. Поэтому мы надеемся, что использование лесных ресурсов в их использовании будет преобладать принципы рациональности. И тот законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Комитете по природным ресурсам о защитных лесах, он все-таки выйдет из стен Государственной Думы и поможет этот баланс соблюсти. И, безусловно, мы выступаем за дальнейшее платформное сотрудничество. С Комитетом. И всем желаем плотворной работы. Спасибо большое. Владимир Владимирович действительно очень важную вещь затронул. Такой аспект, как тот самый закон о лесной амнистии. И там мониторинговая группа, которая у нас работает совместно, она показала, что действительно те риски, которые звучали при обсуждении, они на сегодняшний день сняты. Однако есть другой аспект. У нас действительно самое слабое, что называется, звено. Это слабая постановка, малая постановка на учет и особо охраняемых природных территорий лесов. В этой связи мы внесли такие фракционные поправки в проект бюджета на этот и на предстоящие два года, которые подразумевают, что на первоочередные мероприятия по установлению границ лесничества и лесопарков на землях лесного фонда в 2018 году будет дополнительно выделено 1,9 миллиардов рублей, в 2019 году 2 миллиарда рублей и в 2020 году 3 миллиарда рублей. Завтра нам предстоит рассматривать бюджет. Я очень надеюсь, что эти поправки станут реальностью. Продолжим дальше этот вопрос. Я хотел предоставить слово представителю Всемирного фонда дикой природы, Николай Михайлович Матков, директор лесной программы. Всегда общественные экологические организации являются таким и противовесом, и часто индикатором тех рисков, которые появляются при обсуждении законопроектов, при уже правоприменительной практике. И, пожалуйста, вы являетесь нашим таким постоянным партнером в этих вопросах. Вам слово. Спасибо большое. Я бы хотел сказать, что уже было отмечено, что лесной кодекс, за 10 лет работы лесного кодекса, в него было внесено очень много поправок. И действительно, вот те дыры, которые существовали в документе 6-го года, их более удачно или менее удачно, их удалось заплатками закрыть. Тем не менее, лесной кодекс, он пока, с нашей точки зрения, не решил несколько важных проблем. Это первое. Несозданная эффективная финансовая система лесного хозяйства, как отрасль экономики. Второе. Пока не удалось создать защиту инвестиций, долговременных инвестиций, именно в лесной фонд. То есть, в эффективное лесовосстановление, не на бумаге, которая происходит, а в лесу. На рубки, уходы в молодняках, на строительство дорог в освоенных лесах. И третье. Мы тут с Иваном Владимировичем, с его оценкой сходимся. Это пока открытость и достоверность информации о лесах, о лесопользовании, о лесоуправлении оставляет желать лучшего. И по поводу вовлечения общественности в принятие решений в сфере управления лесами, в участии общественных организаций в этом процессе. Я вот было, значит, забеспокоился, что же нас не пригласили на последнее празднование Дня лесника. Но я услышал Владимира Вольфовича, что тоже не пригласили. Так что я, по крайней мере, в яркой компании оказался. Но хорошо, что с комитетом у нас очень хорошие продуктивные возможности для взаимодействия. Но я надеюсь, что там праздник праздником, не в празднике дело. А дело в том, чтобы общественный совет хорошо бы, чтобы заработал. И я уверен, что это случится в ближайшее время. Следующий слайд, пожалуйста. Для меня главный смысл лесного кодекса в том, что произошло в 2006 году. Произошло разделение функций контроля и хозяйствования. И произошло делегирование полномочий по управлению лесами на региональный уровень, на уровень арендатора. Но очень важно в дальнейшей работе над дальнейшим реформированием лесного кодекса, лесного законодательства, учесть тот факт, что у нас только четверть лесов передано в аренду. И поэтому нам надо научиться управлять одними лесами, не арендованными по одному, одним способом арендованными лесами, да, по другому способу. Но вот если мы посмотрим на такой уже существующий, казалось бы, очень эффективный инструмент развития лесного хозяйства, на государственную программу развития лесного хозяйства, там очень трудно разобраться во всех этих индикаторах, к каким лесам они относятся, к арендованным, не арендованным, защитным, эксплуатационным и так далее, и так далее. Все, как бы, впечатление, что смешано. И смешанный сбор статистики, и смешаны подходы управления. И их очень важно дифференцировать. Следующий слайд, пожалуйста. Очень важный, ну и, пожалуй, негативный, как бы, аспект десятилетия лесного кодекса, это то, что вот за эти 10 лет предприятия, вот последние 10 лет, стали ощущать очень остро нехватку сырья по приемлемым ценам. Действительно, многие предприятия возят теперь лес для, там, целлюзбумажной комбинаты за 250 и более километров. С нашей точки зрения, основная причина этого, именно отсутствие грамотного ухода за посадками. Хвойные породы зарастают малоценными лиственными, гибнут, предприятия вынуждены осваивать ценные, с экологической точки зрения, мол, нарушенные лесные территории, оказывается давление на защитные леса. Следующий слайд, пожалуйста. Почему лес закончился через 10 лет, значит, после введения лесного кодекса? Дело в том, что, вот опять-таки, подчеркну роль не только лесовосстановления, то есть, да, там можно отчитываться, показывать хорошие цифры по лесовосстановлению, 800 тысяч гектаров, 840 тысяч гектаров, сколько из них охвачено рубками ухода в молниках. Если мы сравним с Белоруссией, вот тут на слайде плохо видно, но можно будет, я думаю, потом посмотреть презентации, что в Республике Беларусь площадь рубок ухода в молниках в два раза превышает площадь создаваемых культур. И это очень важный показатель. И там они все-таки за культурами ухаживают не методом создания коридоров в молниках, а действительно ухаживают практически за каждым деревом. На следующем слайде приведено масса рекомендаций, которые выдвигают в диалоге с нами лесопромышленные компании, которые выдвигают свое видение, как они могут быть заинтересованы в проведении рубок ухода в молниках, в действительно эффективном лесовосстановлении. Я думаю, что многие из этих рекомендаций могут быть реализованы в дальнейшей работе. Спасибо большое. Важнейшая тема, но я так понимаю, что не менее важная тема, которая сегодня возникла при обсуждении лесного кодекса. Это все-таки день лесника, который празднует рост лесхоз и вопрос участия в этом процессе. Но я думаю, что мы должны несомненно исправить эти вопросы, реализовав тот проект, о котором мы уже заявляли, что в следующем году как раз приурочить к этому важному, теперь я понял, насколько важному событию, национальный лесной форум и сделать действительно всероссийское такое мероприятие, на которое собрать действительно всех людей, которые так или иначе заинтересованы в использовании, в сохранении лесов. И еще то, что я хочу абсолютно согласиться, то, что участие общественности необходимо, его нужно расширять. И здесь, вы знаете, я когда-то в школе, я думаю, многие из вас, был членом всероссийского общества, всесоюзного тогда, общества охраны природы. И, к сожалению, вот деятельность этого общества, я знаю на примере Иркутской области, где отделение действительно работает, благодаря тем энтузиастам, которые есть. Но как федеральная, как наша российская организация, она практически на сегодняшний день не работает. И я считаю, что нам нужно действительно, очень вот так же, как мы говорили о профессиональном сообществе, очень серьезное внимание сейчас уделять развитию общественных объединений и экологических объединений. Потому что кто у нас действует? У нас действует в стране две, по сути, международные организации, Всемирный фонд дикой природы и Гринпис. Вот постоянно они в повестке. А где наше Всероссийское общество охраны природы? Где какие-то другие организации? Мне кажется, вот это нам не достает. Нам нужно развивать эту историю. И мне кажется, вот такие открытые мероприятия, и в том числе празднование Дня Гостника, оно должно этому содействовать. Можно буквально один комментарий? Ну я согласен, но на самом деле, ну сомневаюсь я в том, что за границей больше заботятся о российском лесе, чем наши граждане. И поэтому на самом деле надо развивать вот это движение. Очень много инициатив, начинаний, коллеги занимаются созданием этих организаций. И я думаю, этот процесс продолжится. Я думаю, что все должны работать в конкурентной среде. Но пока, к сожалению, это так. Да, вот коллеги больше доминируют и в медиапространстве, и участвуют в различных мероприятиях. Что отдельное спасибо. Очень много конструктивных предложений. Вот много критики, и неконструктивные, к сожалению. Но, как говорится, это как оценивать. С точки зрения приглашения, Владимира Вольфовича обязательно пригласим. Ну не просить на 20 лет, один раз. Но придется пригласить остальных депутатов в Государственную Думу, потому что они обидятся. Владимира Вольфовича пригласили. Да, именно поэтому я предлагаю. Но если хотя бы придет 10%, от числа приглашенных, я буду считать, что действительно у лесной отрасли есть огромная поддержка. И я думаю, что все лесоводы, которые собираются ежегодно на празднование Работника леса, это более тысячи человек, очень позитивно воспримут это событие. Я думаю, что действительно, если мы реализуем этот проект по Национальному лесному форуму, то действительно все смогут принять участие. Продолжим. Тема, которая прозвучала, она очень важна. Дело в том, что мы теряем на сегодняшний день каждый год, Иван Владимирович, попрасьте, если я не прав, но лес более чем, ущерб более чем на 30 миллиардов рублей от лесных пожаров. На самом деле, из года в год цифры очень разные, но, безусловно, потери большие. Да. И каждый год проходят совещания, каждый год проходят какие-то мероприятия, вносятся какие-то изменения. На сегодняшний день, что происходит? Михаил Николаевич Козлов, начальник управления охраной защиты лесов Рослесхоза, Вам слово. Давайте обсудим, насколько это дальше нам нужно разобраться. Спасибо огромное, уважаемый Николай Петрович, Иван Владимирович, уважаемые коллеги. Начну с того, что в целом блок охраны и защиты лесов, он достаточно огромный, достаточно сложный. Он включает в себя и экологическую безопасность, и экономические аспекты, соответственно. И начну я, наверное, с того, что в Российской Федерации на сегодняшний день у нас существует довольно многоуровневая современная система охраны лесов от пожаров, которая, в принципе, в этом году у нас, мы можем подтвердить это и статистическими данными, доказала свою эффективность. Напомню, как формировалась эта система. Уже федеральным законом 442-м был введен целый ряд новых статей, которые позволяют структурировать систему охраны лесов от пожаров. Расшита у нас статья 53-го пожарной безопасности в лесах. В действующей редакции у нас теперь там 8 статей, 53.1 и 53.8. И, соответственно, оно дает у нас основные направления, направления деятельности по охране лесов от пожаров. Это и предупреждение лесных пожаров, и мониторинг пожарной безопасности в лесах, само тушение лесных пожаров, и ограничение пребывания граждан. В том числе раскрывается содержание авиационных работ по охране лесов от пожаров. То есть каждое направление, соответственно, имеет свои виды и мероприятия. Далее. Федеральный закон 218-й о том, значит, этот закон уже упоминал в своем докладе сегодня Иван Владимирович. Данным законом тоже внесены существенные изменения и дополнения в лесной кодекс в Российской Федерации. Расширены полномочия Рослесхоза, во-первых, по установлению и лесопожарного зонирования, по выполнению взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и по осуществлению работ по искусственному вызыванию осадков в первый год, значит, 2017 год. Эти две функции, которыми наделен Рослесхоз, мы, соответственно, уже практиковали и выполняли их. Кроме того, уточнены соответствующие формы сводного плана. Это основной документ. Коллеги, кто работает в субъектах Российской Федерации, прекрасно понимают и знают, что документ, который содержит самые основные силы и средства, значит, региональные, вплоть от муниципального уровня до уровня, соответственно, привлекаемых сил и средств коммерческой составляющей. Определено утверждение, значит, в части постановления правительства, проекта постановления правительства Российской Федерации по нормативам обеспеченности субъектов или с пожарными формированиями, пожарной техникой, оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем. В настоящее время проект постановления разрабатывается нами совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации. Было это сделано для того, чтобы усилить контроль за ходом подготовки субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону, и, соответственно, необходимость заключается в снижении возникновения рисков чрезвычайных ситуаций. Ключевым моментом, как я уже заметил, этого закона 218-го, у нас является статья 53.4, в части тушения лесного пожара теперь включает в себя взрывные работы и искусственное вызывание осадков. Изменения в Лесном кодексе позволяют нам теперь управлять процессом охраны лесов от пожаров. Если раньше мы могли только по факту поступления заявки от регионального субъекта, соответственно, вводить туда нашу Федеральную резерву, нашу группировку подведомственного учреждения в лесохране, то в рамках этих изменений, учитывая, что это наша функция теперь, в рамках решения комиссии Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, соответственно, принимается принципиальное решение о направлении необходимого количества сил и средств для оказания помощи в тушении лесных пожаров в субъект Российской Федерации. И, соответственно, мы не дожидаемся критического состояния введения режима, в том числе, чрезвычайной ситуации. То есть мы это называем упреждающим маневрированием, в том числе, субъекты с нами заключают контракты. Внесение изменений позволяет у нас совершенствовать систему охраны лесов от пожара в рамках 218-го закона. Это, соответственно, дало нам возможность поднять достаточный уровень, управленческий уровень, соответственно, и наших подразделений, и Рослесхозовских, и, соответственно, возможность совместной работы с коллегами из субъектов. Хотел бы отметить, что лесопожарная обстановка этого текущего 2017 года у нас характеризуется уже снижением количества лесных пожаров, и площадь, пройденная огнем, тоже у нас меньше, более чем на 1 миллион гектар. Также у нас снижено, пройденная огнем, покрытая лесом площадь. Что касается защиты, что касается, значит, блока защиты, я тоже буквально два слова скажу. Значит, масштабные изменения у нас были внесены в лесной кодекс Российской Федерации с 455-м федеральным законом. Основное направление, значит, деятельность этого закона это существенное сокращение сроков оформления необходимой разрешительной документации с момента обнаружения погибших и поврежденных лесных насаждений до момента проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. И, соответственно, вопросы, касающиеся обеспечения открытости. Открытости в части акта плюс патологического обследования. Теперь у нас коллеги все прекрасно понимают у субъектов, что акты публикуются на сайтах органов государственной власти и любой гражданин может, соответственно, познакомиться с этим актом и уточнить конкретно площадь проводимого мероприятия, состав насаждения и, соответственно, место расположения данного местного участка. Спасибо большое. Я думаю, что к вопросу еще открытости и мониторингу мы еще вернемся. Спасибо. К вопросу пожаров Татьяна Анатольевна Гигель, член Совета Федерации. Татьяна Анатольевна, на площадке Совета Федерации тема леса в целом и борьбы с лесностными пожарами. Она, в общем-то, постоянно обсуждается. Пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Николай Петрович, за предоставленную возможность выступить перед столь уважаемой профессиональной аудиторией. И сегодня все те вопросы, которые здесь прозвучали в докладах и уверены, которые еще будут звучать, они во многом действительно переплетаются и неоднократно рассматривались на площадках Совета Федерации. Я хочу поблагодарить Ивана Владимировича за тесное сотрудничество и за свои временные такие очень профессиональные ответы. Благодаря такому профессиональному как бы общению мы снимаем в ходе своей работы очень многие вопросы. Очень важно, что между двумя палатами и парламента налажены хорошие рабочие отношения и вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, являются приоритетными для Государственной Думы и Совета Федерации. Это понятно. Россия – страна лесов. Несомненно, за прошедшие 10 лет лесной кодекс сыграл большую роль как главный правовой инструмент государственной политики в этой сфере. Но правоприменительная практика выявила необходимость внесения поправок в лесной кодекс соответствующие федеральные законы и подзаконные акты. Для решения именно этих вопросов при нашем комитете создан экспертно-консультативный совет по лесному комплексу. Приоритетными направлениями работы Совета являются вопросы охраны, использования и воспроизводства лесов. Наша работа ведется в тесном сотрудничестве со специалистами лесопромышленного комплекса, высокопрофессиональными экспертами, научным сообществом и, конечно, непосредственно со специалистами из регионов. Мы подготовили ряд предложений, уважаемый Николай Петрович, в письменном виде я хочу вам это все передать и остановлюсь за неимение времени лишь на некоторых аспектах. За 10-летний период действия лесного кодекса приняты многочисленные нормативно-правовые документы, регламентирующие сферу лесных отношений. Но при этом остается очень важной темой это финансовое обеспечение, использование, воспроизводство, охраны и защиты лесов. Существующий объем суббенций не позволяет обеспечить нормативную кратность авиационного патрулирования лесов, реализовать экономически обоснованные подходы к определению начальной цены контрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, своевременно проводить мероприятия лесоустройства, обеспечить уровень оплаты труда государственных лесных инспекторов и иных работников лесного хозяйства не ниже уровня сложившегося по всем отраслям экономики региона. В настоящее время оснащенность лесопожарных служб не соответствует нормативным требованиям и позволяет обеспечивать тушение лесных пожаров только в условиях низкой и средней горемости. Для тушения лесных пожаров в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности требуются дополнительные финансовые средства. Выделение субсидий с федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники прекращено с 2015 года. Проектом федерального закона в федеральном бюджете на 2017 год и плановый период в 2018-2019 годы выделение средств федерального бюджета на эти цели также не предусмотрено. Поэтому для каждого региона остро стоит проблема повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров, охрана лесов от пожаров. Одним из важнейших условий защиты воспроизводства леса является доступность лесных массивов. Об этом уже сегодня неоднократно говорили выступающие, и я лишь просто тем самым подчеркиваю, насколько важна эта сегодня действительно тема. Поэтому вопрос о строительстве объектов лесной инфраструктуры, лесных дорог звучит красной нитью в поступающих предложениях от всех субъектов Российской Федерации. Другая немедленно важная проблема это действующим законодательством не реализован механизм финансирования расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, переданных по договорам купли-продажи субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно статье 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации, плата за использование лесов в части превышающей минимальный размер по договору купли-продажи лесных насаждений по нормативу 100% зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, ряд дотационных регионов на основании статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации не имеет права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Для урегулирования данной проблемы необходимо внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные подзаконные нормативно-правовые акты, разработка которых относится к полномочиям Министерства финансов Российской Федерации. Не менее важный вопрос, поднятый сегодня на парламентских слушаниях, является своевременная постановка на кадастровый учет лесных участков. Отсутствие кадастрового учета лесных участков, а также полномочий и средств у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий, способствующих их постановке на кадастровый учет, является главным сдерживающим фактором дополнительного увеличения лесных участков в пользование. И в заключении своего выступления не могу не остановиться на вопросе о кадрах. В отрасли отмечается недостаток квалифицированных кадров, что связано с низким уровнем оплаты труда и отсутствием социальных гарантий и льгот. В лесном хозяйстве заработная плата самой востребованной категории молодых специалистов, помощников участковых лесничих составляет 14-15 тысяч рублей. Индексация заработной платы не существовала с октября 2013 года. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Мы сегодня подняли очень серьезную тему. Мы постоянно на площадке комитета тоже указываем на то, что уже третий год, нет, четвертый уже, бюджет, деньги на лесопожарную технику не выделяются и соответствующие поправки тоже были предложены нами. и, к сожалению, пока сейчас это сложно реализуемо. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что с лесными пожарами нужно справляться на местах, нужно справляться на самохранных стадиях, поэтому здесь очень важна роль в том числе и местного населения и добровольцев. В начале этого года мы приняли соответствующие изменения в законодательство, которое дало возможность легче и работать и эффективнее работать добровольческим пожарным дружинам. Александр Владимирович Дееву я хотел предоставить слово координатору добровольческих проектов на природных территориях добровольной пожарной Иркутской области, человек, который создал группу 1508, которую знает вся Иркутская область, и сейчас он активно делится своим опытом и с другими регионами, и с другими авантюрами. Пожалуйста, Антон. Уважаемый Николай Петрович, Иван Владимирович, уважаемые участники слушаний, спасибо организаторам слушаний за показательное фото. Его сделал мой друг Евгений Грин в 2015 году. Это Республика Бурятия. Мы вместе с ним тушили лесные пожары. Где-то в этих местах я тоже принимал участие. Половина это торфяные пожары. лес уничтожили. Ну и фото для меня это надежда на то, что мы вместе сможем от обычных жителей и до высших органов власти с этой проблемой успешно бороться. Я бы хотел свой доклад начать со следующего тезиса. Лес на самом деле это самодостаточная экосистема. Ему не нужен хозяин. Он сам себе хозяин. Ему нужны надежные партнеры, которые не предадут. Это касается и чиновников, и предпринимателей, и граждан, и добровольцев. Все должны взять на себя партнерские обязательства в отношении леса. Тогда и пожаров станет меньше. За последние 10 лет масштаб и экономический урон от лесных пожаров схож с известными природными катастрофами, ураганами и тайфунами. Исчисляется миллиардными суммами. Человек ничего не может поделать, когда ветер превышает 25 метров в секунду, а температура воздуха поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Посетив несколько населенных пунктов в этом году, которые пострадали от перехода лесных пожаров на эти населенные пункты, сделал вывод, что население слабо подготовлено как теоретически, так и практически к подобным угрозам. Многие ждут лишь действий властей, при этом сами захламляя территорию вокруг своих жилищ, различными огнеопасными материалами. Например, в городе Зима Иркутской области все дороги усыпаны отходами лесопиления, опилками и много нескошенной травы. За каждым жителем, конечно, не уследишь. Поэтому подготовка местного населения к реакции на угрозы возникновения лесных пожаров очень важна. И эффективный вариант такой подготовки видится развитие перекрестного добровольчества на отдаленных территориях. В лесном кодексе в отношении лесопользования, например, статьи с 39 по 42 речь ведется либо про государственные обязательства в лесопользовании, либо про предпринимательскую деятельность, либо научно-образовательную работу. Но про некоммерческий сектор ни слова. В то же время усиливается государственная и частная поддержка НКО по всей стране. Только фонд президентских грантов в этом году в первую заявочную кампанию поддержал 48 проектов на сумму более чем 93 миллиона рублей в направлении охраны окружающей среды и защиты животных. Все эти проекты подразумевают работу с экосистемой леса. И они могут быть, люди в этих проектах, могут быть привлечены для защиты и охраны леса в местах реализации своих проектов. Это чаще всего особо охраняемая природная территория. Сейчас некоммерческий сектор активно развивается на малых территориях в муниципальных образованиях по всей стране. Ну и государство это поддерживает. Далее. Во многих регионах нашей страны лесопожарная техника измножена на 80%, но это я уже повторяюсь после некоторых спикеров, давно уже необходима модернизация. Но предлагать решения для лесного хозяйства, которые были эффективны 10 лет назад, в то время, когда вокруг нас происходит четвертая технологическая революция. Да, можно, но мы можем усилиться. Беспилотники, космомониторинг, роботизация, искусственный интеллект, все это уже сегодня может работать на пользу лесному хозяйству, в том числе и в сферах защиты и охраны леса. Необходимо присмотреться к использованию искусственного интеллекта для прогнозирования возникновения пожаров в лесах, а также выстраивания более эффективной системы принятия решений с целью повышения эффективности охраны лесов от пожаров предлагаю внести в лесной кодекс работу добровольцев по защите, охране и воспроизводству лесов, включить добровольцев в планы тушения лесных пожаров, которым посвящена статья 53.7 лесного кодекса, разрешить привлечение добровольцев для борьбы с лесными пожарами в случае отсутствия режима ЧАЭС. Это актуально для отдаленных территорий, где отсутствует пожарное и лесопожарное объединение, и возникающие пожары могут быть оперативно потушены местными добровольцами. Предоставить муниципальным образованием алгоритм по созданию и содержанию добровольной именно лесной пожарной охраны за счет средств бюджета этих муниципалитетов. Проработать вопрос модернизации средств мониторинга и анализа состояния лесов на основе самых современных технологий, беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта, новых возможностей космомониторинга. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Нисон Владимирович. На самом деле многое действительно в наших руках. Вот смотрите даже на примере правильно Александр сказал по поводу на местах собственно есть у нас огромное количество мусора. Валежник, да? Валежник захламлен лес категорически. Мы внесли законопроект о разрешении сбора валежника и о приравнивании его к недревесным отходам, так, недревесным ресурсам, так, под этим законопроектом подписалось более 80 депутатов из огромного количества регионов. то есть, это исключительно важная история. Мы можем это решить. Вопрос, пример, усть-кутский район Иркутской области. Захламленный район абсолютно отходами лесопиления. достаточно было, собственно говоря, подписать сейчас соглашение между компанией ТСЛК, которая работает и районом, и мэрией города, о создании котельной на продуктах вот этого лесопиления, на щепе, там, этих опилках и так далее, и так далее. Мы можем даже уже в рамках действующего законодательства многое сделать для того, чтобы наши леса были менее пожароопасны. И мне кажется, что здесь очень важно как раз я опять возвращаюсь и в том числе к такому межведомственному взаимодействию, потому что многие эти вопросы они находятся на стыке, на стыке, поэтому давайте об этом и говорить, и обращать внимание, и предпринимать какие-то усилия. Еще одна тема, которая постоянно находится на контроле у нашего комитета, это вопросы незаконного использования наших лесных богатств. Понятно, что нарушения есть, мы все это прекрасно знаем, какое количество этих нарушений, тоже прекрасно знаем, но мы не знаем это так хорошо, как знает генеральная прокуратура. Поэтому предоставляю слово Вегене Растямовичу, Надершину, пожалуйста, тоже часто участвуете в наших заседаниях. Какие с вашей точки зрения нам необходимо предпринять усилия для того, чтобы прекратить вот это незаконное использование? Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Николай Петрович, уважаемый депутат государственного мучения, Совета Федерации, участники парламентских слушаний. О том, что лесной кодекс Российской Федерации занимает особое место в системе нормативно-правых актов в сфере экологии, я думаю, много говорить не нужно, здесь предыдущие выступающие это много говорили. Скажу лишь, что в нашей стране 75 миллиардов кубометров древесины это ее запас, а до половины углекислого газа повлощают именно русские леса. Для меня, как и для прокурора, важным критерием оценки является динамика нарушений закона. Вот возьму краткую динамику. В 2008 год, когда только-только начал работать лесной кодекс, прокуроры отфиксировали, что он нарушался 32 тысячи раз, а уже в 16-м году, 9 лет спустя, 52 тысячи раз. То есть, в два раза выросло количество нарушений лесного кодекса Архивской Федерации. Итоги проверок говорят, что зачастую нарушителями являются, как ни странно, региональные органы исполнительной власти, органы местностного управления и сами лесопользователи. Только за первые полугодия 2017 года намер скрыто 25 тысяч уже нарушений. Суды подно 2 тысячи исков на 600 миллионов рублей. Внесено 5,5 тысячи представлений. По требованию прокуратуры дисциплинарной и административной ответственности проведено 5 тысячи должностных лиц. По протестам прокуроров отменено 575 региональных и местных нормативно-правых актов в лесной сфере. По нашим материалам возбуждено уже за первые полугодия этого года 658 уголовных дел по всей стране в связи с нарушениями лесного кодекса. Прописанная в нем структура управления лесами в полной мере не способствует эффективному решению накопившихся проблем. Так, на борьбу с лесными пожарами уже озвучивалось тратиться колоссальные ресурсы. Однако проверки наши показывают, что огонь нередко приходит со стороны участков, переданных в аренду уходящим субъектам. При этом кодексам никакой обязанности по тушению практически на них не возложено. Целесообразно внести изменения в лесное законодательство о возложении на лесопользователей тех, кто на долгосрочную перспективу пришел на лесной участок, чтобы работать по закону. Такой обязанности в пределах сил и средств, установленных проектом освоения лесов и планом тушения лесных пожаров. Нередко пожары влекут гибель жителей населенных пунктов, спасателей и уничтожения имущества. Чего стоит только пример весеннего пожара в Константинском крае. Униживая жизнь трех граждан, 600 граждан остались без крова, уничтожены в 160 жилых домов. Размер вреда превысил полмиллиарда. Настало время внести административную ответственность для глав муниципальных образований за недобросовестное исполнение полномочий в рамках противопожарного режима, ужесточить наказание за умышленный поджог лесов, в том числе направленный на сокрытие незаконной рубки древесины. Имеющийся порядок ощущения государственного надзора не всегда позволяет все временно и в полной мере реагировать на причиненный вред. Согласно кодексу, полномочия переданы региону. Однако, функционирующие региональные структуры недостаточно укомплектованы. Вот простой пример. По информации Минприроды России, для обеспечения патрулирования лесов в соответствии с действием нормативам, нужно сейчас дополнительно 19 тысяч сотрудников Рослесхоза, сотрудников региональных органов дополнительной власти, которые будут вести патрулирование. В среднем по стране площадь лесов, охраняемая одним лесничем, составляет 53 тысяч гектаров. На Дальнем Востоке, в ряде регионов, 250 тысяч гектаров на одного лесника. В Сибири 130 тысяч гектаров. Тем самым важно установить единые критерии формирования и финансирования региональной системы управления и, самое главное, охраны и патрулирования лесных ресурсов. Потому что разобщенность нам ничему хорошему не приводит. Генеральной прокуратурой на разных уровнях неоднократно поднимался вопрос об изъятии полномочий у ряда регионов, которых выполняют надлежащим образом. Однако, такой механизм в лесном кодексе отсутствует. Есть заключение Минюста России, что такого механизма по сути не имеется. Минприрода в правительство не может инициировать соответствующие нормативные документы по данному вопросу, а в ряде случаев хотелось бы. В 2016 году введена эксплуатация Единая государственная система учета круглых лесоматериалов. Ее практическое применение пока не привело к реальному улучшению ситуации. Уже про нее говорили. По данным Рослесхоза, только за период 2016-го и первые полугодия 2017-го года инспекторами выявлено 24,5 тысячи случаев незаконной заготовки древесины на 16 миллиардов рублей. Наиболее сложная ситуация в Иркутской области. Там почти 5 тысяч таких случаев. При этом реально взыскано чуть больше полумиллиарда рублей из этой суммы. Одной из причин этого является низкая выявляемость лиц, совершивших незаконные рубки. Из-за фиксированных лесными инспекторами случаев 47% совершены неустановленными лицами. Генеральной прокуратуре предлагается присмотреть в Кодексе и Федеральном законодательстве обязательную конфискацию орудий совершения таких противоправных деяний вне зависимости от их принадлежности лицу, совершившему незаконную рубку. У нас получается так. На месте находится человек, у него бензопила, у него КАМАЗ, лесозаготовительная техника находится сложнейший дорогостоящий в ряде случаев, но она ему не принадлежит. Сам человек нигде не работает, он идет о социальном образе жизни, прямо скажем. Что с него взять? Как возмещать ущерб, который причинен лесному фонду? Только изымая эти орудия. Это хотя бы этим мы часть ущерба сможем покрыть. Нужно установить обязанность арендаторов по охране лесов от незаконных порубок, патрулировать и дать им возможность сотрудникам лесопользователей задерживать и препровождать в органы лесничества или в полицию тех, кто незаконно рубит лес, разводит там костры и так далее. В противном случае фактически они управляют этими участками. Я заканчиваю. В качестве обязательной санкции за незаконную порубку предлагаю, помимо основного наказания, когда мы не говорим о том, что человек должен находиться в местах решения свободы, условное наказание, штрафы и так далее, дополнительно вести обязательные исправительные работы, целью которых является приведение осужденным нарушенного участка в належащее состояние. Если он там незаконно рубил, пусть все порубочные остатки убирает лично, своими руками, вывозит их, восстанавливает, сажая деревья под присмотром сотрудников УФСИНа и ввести федеральное законодательство принцип, который предусматривал бы, что лесной фонд имеет и сохраняет свой приоритет при проведении строительных и иных работ на спредельных землями лесного фонда участвует. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Ростанович. Я очень, да, давайте мы обсудим ваши предложения, очень-то важно, мы постоянно обсуждаем все эти вопросы, но надо переходить к действиям. Я хотел бы еще озвучить, что те факты, которые здесь прозвучали о нарушениях федерального законодательства, мы их я конфиксировал, эти факты мы возьмем в работу. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, много есть сейчас предложения, сегодня они тоже прозвучали, в том числе и по использованию новых технологий, Роскосмос у нас уже сегодня прозвучал, поэтому я хотел пригласить выступить Дениса Борисовича Кравченко, заместителя-председателя комитета государственной думы по экономической политике, инновационному развитию предпринимательства. Мы с Денисом Борисовичем сделали такую благодаря ему поездку в Роскосмос, где посмотрели действительно, что можно на сегодняшний день, какие у нас есть возможности для мониторинга лесного, и в том числе для выявления вот этих нарушений. Пожалуйста, Вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемый Николай Петрович, прежде всего позвольте поблагодарить вас, организаторов, за возможность выступить на столь представительном собрании, посвященном десятилетию Лесного кодекса Российской Федерации. Лесопромышленный комплекс может по праву считаться одной из базовых отраслей российской промышленности, и принятие 10 лет назад Лесного кодекса Российской Федерации стало важной вехой на пути развития не только лесного законодательства, но и законодательства о природопользовании в целом. Это тем более важно, что наша страна обладает крупной, поскольку наша страна обладает крупнейшими в мире запасами древесины, освоение которых должно осуществляться на прочной правовой основе. Сегодня много этот вопрос обсуждался, и отдельного промышленности, лесопромышленности обсуждалось, я знаю. Я представляю в Государственной Думе Московскую область, а перед избранием занимал одну из руководящих должностей в ракетно-космической отрасли, как сказал Николай Петрович, поэтому тема мне близка, и я хотел бы с учетом моей прошлой работы затронуть проблему дистанционного зондирования Земли из космоса. Ее решение на законодательном уровне поможет дальнейшему развитию российского лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства в целом. Напомню, что еще в 2014 году в Государственную Думу 6-го созыва был внесен и принят в первом чтении проект федерального закона о дистанционном зондировании Земли из космоса. Его внесло правительство, этот законопроект внесло правительство. Прошло вот уже три года, а закон в силу различных причин пока окончательно не принят. Мы это обсуждали подробно. Он с 1 марта, с 1 марта. Он не работает? Нет, сам закон, вот эти вот поправки не приняты в итоге к закону о космической деятельности и который решает задачи ТЗЗ. И при том, что его значение для экономики нашей страны в целом и тех же лесопромышленников и лесного хозяйства для вас, коллеги, весьма велико. К примеру, статьей 90 Лесного кодекса предусматривается то, о чем вы говорите, Николай Петрович, проведение государственной инвентаризации лесов, которая осуществляется в рамках программы развития лесного хозяйства на 2013-2020 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации. Эффективно и в сжатые сроки провести инвентаризацию без использования данных дистанционного зондирования земли будет едва ли возможным, мы это понимаем. Поэтому сочетание наземного и дистанционного методов также позволяет получить наиболее полную информацию о состоянии лесного фонда, а в зоне интенсивного лесопользования вообще использовать преимущественно именно дистанционный метод. Материалы космической съемки имеют хорошие перспективы использования также при определении количественных и качественных характеристик лесов при их дистанционном мониторинге. Наконец, в рамках дистанционного мониторинга использования лесов повышается достоверность и качество материалов по выявлению нарушений лесного законодательства. От качества данных материалов во многом зависит неотвратимость привлечения к ответственности нарушителей, а их, как показывает правоприменительная практика, продолжает оставаться недопустимо много, о чем сказал предыдущий оратор. В результате лесным богатством нашей страны наносится огромный, подчас трудновосстановимый урон. В этой связи особое значение приобретает использование данных ДЗЗ, так называемое ДЗЗ, для лесного хозяйства в свете изменений в лесной кодекс, вступивший в силу в 2017 году. Теперь, в соответствии с данным нормативным правовым актом, арендатор лесного участка, как вы знаете, обязан прикладывать к отчету об использовании леса материала ДЗЗ. Но если сокращать, вечер уже все устали. Те возможности, которые несут съемка из космоса, они, конечно, очень велики. И пока грустно, что космическая корпорация сегодня не может использовать те данные, в том числе на коммерческой основе, в рынке. И сегодня необходимые данные закупаются у западных, собственно, поставщиков. Мы пользуемся, вы пользуетесь, и мы пользуемся в своей работе западными снимками. Насколько мне известно, Николай Петрович, буквально на прошлой неделе все разногласия в правительстве по этой теме были сняты. И мы ожидаем в ближайшие недели, я полагаю, внесения ко второму чтению уже единой редакции, о которой мы говорили, и в подготовке которой мы приняли участие с вами вместе. И я рассчитываю, что до конца этой сессии, в крайнем случае, в весеннюю сессию, мы уже соответствующие поправки примем. Примем во втором и третьем чтениях... Во втором и третьем чтениях, собственно, этот закон. И я думаю, что он откроет, конечно, дополнительные возможности для лесозаготовителей, лесопользователей с точки зрения, в том числе, также решит ряд задач по линии чрезвычайных ситуаций и мониторинга пожаров и так далее, поскольку, как мы знаем, государство, все-таки обладая доступом к этим материалам, к сожалению, не всегда является эффективным, управляющим тем или иным ресурсами. Я надеюсь, что частные игроки здесь зададут новые тренды и создадут новые подходы. Насколько мы с вами знаем, и нам это показывали в презентациях ведущих холдинговых структурах Госкорпорации «Роскосмос», в принципе, все технические возможности для этого есть. Спасибо. Спасибо большое. Денис Борисович, да, действительно, это моя ошибка, я перепутал с как раз вот необходимой, с той нормой, которая с 1 марта была введена. Но действительно, когда мы видели и были в «Роскосмосе», действительно, у нас есть потрясающие возможности, которые позволят, в конце концов, даже не выезжая на место, а просто высылать счет на штраф, соответственно, на нарушителе. Спасибо большое. Сергей Васильевич Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области. У нас сейчас еще два выступления. И, Сергей Васильевич, Иркутская область для меня близкая и, можно сказать, родная, часто очень звучит абсолютно с таких вот полярных позиций. С одной стороны, Иркутская область постоянно является таким первопроходцем в различных экспериментах, связанных с внедрением каких-то новых технологий и так далее. С другой стороны, мы слышим, что все-таки остается большой уровень пожаров и незаконной рубки, что нам мешает и что нам нужно сделать на уровне Государственной Думы, чтобы, в конце концов, была гармония, в том числе и в Иркутской области. Спасибо, Николай Петрович. Вот поэтому мы и вводим всякие новшества для того, чтобы этого не было. Стараемся, по крайней мере. По исполнению плана основных мероприятий по проведению в 2017 году Российской Федерации года экологии правительством Иркутской области при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, организована работа по внедрению на территории Иркутской области пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины. Для чего правительством Иркутской области были приняты законы об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины, а также закон о административной ответственности за нарушения и требования к организации деятельности пунктов. Цель пилотного проекта – это создать систему учета всей заготовленной древесины по одному документу, сделать прием незаконно заготовленной древесины на пунктах невыгодной и наказуемой деятельностью, прекратить практику покупки документов, о чем тоже сегодня упоминалось. Реализация пилотного проекта на территории области проводится в три этапа. Первым этапом является постановка на учет всех пунктов переработки и отгрузки древесины. Изначально, естественно, были поставлены на учет все, без исключения пункты, которые производят переработку или отгрузку. Затем все пункты, которые находились на землях непромышленного назначения, землях сельскохозяйственного назначения, землях ИЖС, были направлены в органы муниципального контроля, в результате чего с учета было снято 240 пунктов. На настоящий момент на учете стоит 1567 пунктов, это 1189 входящих субъектов. Второй этап – это предоставление ежемесячной отчетности о принятой, переработанной и отгруженной на пунктах древесине. Отчет о принятой переработке древесины предоставляется в территориальное управление Министерства по месту фактического их нахождения каждого 10-го числа следующего месяца за отчетным периодом. Данные отчеты заносятся в разработанную, согласно закону Иркутской области, систему, систему «Лесрегистр». Данная информационная система, в которой осуществляется введение реестров пунктов, содержит данные о всех лесных декларациях, всех договорах купли-продажи. Это идет автоматическая выгрузка системы «Аверс». Также в ней содержатся данные о сделках с древесиной и пиломатериал из системы «ЕГАИС». Также там содержится объем отгруженной древесины с дорожным транспортом. Все это сливается в единую-единую систему. Что хотелось бы отметить по системе «ЕГАИС». Она нам дает очень большую аналитику после принятия отчетов на данных пунктах. Мы видим, что в древесинах, которая заходит на пункты и которая отгружается с пунктов, она соответствует отчетам, но по системе «ЕГАИС» проходит не вся древесина, которая указывается в пунктах. То есть есть разница, которая как раз является незаконно добытой древесиной. Мы все данные передаем прокурорительные органы. Третий этап – это как раз заключительный этап пилотного проекта, это выдача индификационных карт. Индификационные карты подтверждают законность прохождения древесины, выдаются лесозаготовителям при подаче лесной декларации или выписке договора купли-продажи. Данные индификационные карты прикрепляются к каждой конкретной лицосеке и являются подтверждением законности прохождения. В настоящий момент компанией «Микрон» поставлена на территорию Иркутской области 480 тысяч индификационных карт. С 25 августа текущего года началась выдача карт в лесничествах. По состоянию на сегодня выдано уже 150 тысяч этих карт. Скоро будет выпищена и передана для пользования партия карт с возможностью записи сопроводительного документа, сопроводительного документа, который предусмотрен системой «ЕГАИС». Ой, не система «ЕГАИС», а предусмотрена лесным кодексом. Данный сопроводительный документ в полном объеме будет записываться на карту и также считываться с карты на пунктах приема. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел, органами прокуратуры данный механизм проверок осуществляется в ежедневном режиме. Заведено 8 уголовных дел за приобретение, хранение, перевозки заведомо незаконно заготовленной древесиной. Также мировым судом назначен 51 административный штраф. Сегодня, кстати, московским судом тоже назначен штраф, самый большой, это 400 тысяч рублей у нас. Московский суд сегодня вынес на один пункт, который находится в Иркутской области, тоже административный штраф. Спасибо. Спасибо большое. Будем с нетерпением ждать действительно результатов полноценного уже внедрения этой системы, потому что, конечно, нам нужно подобные мероприятия осуществлять на всей территории страны. И мы много говорим о разных мерах, но вот я говорил уже о том, что мы внесли поправки в соответствующий бюджет, завтра мы будем его рассматривать. Но очень важно, чтобы деньги, которые расписаны в бюджете, они доходили целевым образом именно до тех организаций, муниципалитетов, регионов, которым это необходимо. Вопросы финансовых ресурсов и их распределения. Ильдар Зейнорович Битбаев, депутат Государственной Думы. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый Николай Петрович, уважаемый Иван Владимирович, коллеги, участники сегодняшнего заседания, я вам скажу, наверное, из всех, находящихся в зале сегодня, к лесу по своей природе ближе всех я имею отношение. Объясню почему. Николай Петрович, мне, наверное, следовало, вот из-за того, что по своей природе я к лесу имею прямое отношение, наверное, работать под вашим началом, а не в комитете по бюджету и налогам. Объясняется все очень просто. Я родился в лесу. В прямом смысле. Деревня, в которой родился, она так и называется. Деревня Урман в переводе с башкирского – это лес. Поэтому все вопросы, которые сегодня рассматриваются, и вообще все, что имеет отношение к сохранению и использованию леса, конечно, очень близки мне, так как я вырос именно с этим связанным. Всем известно сегодня, находящимся здесь, что отдельные полномочия в области лесных отношений переданы на осуществление субъектом Российской Федерации. Средства на осуществление переданных полномочий распространяются между субъектами по действующей методике, утвержденной в 2006 году постановлением правительства Российской Федерации. В текущем году при рассмотрении проекта бюджета возникла масса вопросов к существующему порядку распределения средств в субвенции на 2018 год. Использование переданных полномочий в области лесных отношений возникли большие отклонения сумм по субъектам в сравнении с текущим годом. При Боргском федеральном округе, например, объем субвенции увеличен в целом на 152,5 миллиона рублей. В то же время по одним субъектам субвенции уменьшились на 9%, по другим увеличились на 56% к уровню текущего года. По оценке специалистов лесной отрасли, Приворгского федерального округа на все это повлияла существующая некорректная методика расчета в распределении субвенций. С нашим мнением, кстати, данным согласны и специалисты Министерства финансов Российской Федерации. Внятное объяснение, почему такое произошло регионам Приворгского федерального округа получено не было. Более того, непонятно, как были применены корректирующие конфлиценты, какие нормативные затраты были применены при расчете расходов на 1 гектар лесного фонда. Показатели, используемые для расчета расхода на отшление органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар по субъектам Приворгского федерального округа существенно различаются от 2 рублей до 576 рублей на 1 гектар почти в 300 раз. Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти Российской Федерации, отшляющие отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар, также значительно различаются по субъектам Приворгского федерального округа от 26 рублей до 227 рублей на 1 гектар почти в 10 раз. Пояснение, чем устроит, такая большая разница. Показатель расхода на 1 гектар у субъектов Приворгского федерального округа, находящихся в схожих природно-климатических условиях, полностью отсутствует. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по порядку определения расходов в расчете на 1 гектар лесного фонда, объемы расходов, рассчитанные субъектом, могут быть уточнены Федеральным агентством лесного хозяйства на значение корректирующих коэффициентов. В представленном расчете распределения межбюджетного транспорта между субъектами Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов значения корректирующих коэффициентов не отражены. Неизвестно, как они были рассчитаны, какими субъектами и в каких размерах применены. Распределяется между субъектами Российской Федерации средств федерального бюджета на использованные полномочия в области лесных отношений в объеме более 20 миллиардов рублей вызывает массу вопросов со стороны представителей субъектов Российской Федерации. Поэтому прошу на совместную площадку Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и Комитета по бюджету и налогам вынести вопрос по внесению изменений в существующую методику распределения средств на использование отдельных полномочий в области лесных отношений между субъектами Российской Федерации. Надеюсь на конструктивное продолжение диалога по данному вопросу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Здесь, кстати, надо тоже... Спасибо большое. Здесь давайте действительно это обсудим, но я думаю, что здесь мы не обойдемся только двумя комитетами, потому что очень многое из того, что вы говорили, это заявляется на уровне региона. И нормативы, и, собственно говоря, это очень многое зависит от региона. Очень может быть, кстати, вот я встречаюсь с такой практикой, что на уровне регионов часто, может быть, не знают о своих возможностях, это другой вопрос. И давайте это действительно открыто обсудим, в том числе пригласим и регионы, и, может быть, проведем такое вот мероприятие, которое будет полезно в том числе и для регионов, потому что они узнают свои возможности, которыми они, может быть, не пользуются. Спасибо большое. Мы заканчиваем наш, я бы сказал, марафон, который посвящен десятилетию принятия Весного кодекса. Я хотел бы попросить Ивана Владимировича подвести краткие итоги вот о сегодняшнем мероприятии и что нам предстоит, на Ваш взгляд, в приоритете в нашем сотрудничестве на ближайший период. Спасибо, уважаемый Николай Петрович. Но я, как и ранее, делал по первым двум компонентам, я очень подробно записывал все, о чем говорили выступающие. Ну и, собственно говоря, просто в целях экономии времени не комментирую то, что было озвучено. Многие из предложений, которые Евгений Ростямович озвучил с точки зрения возложения на арендаторов обязанностей, мы прорабатываем. Во многом мы эти вопросы поддерживаем. Нам надо действительно по этим вопросам очень внимательно работать. Я единственное, до подведения итогов хотел бы, вот в связи с выступлением Татьяны Анатольевны, сделать комментарий. Мы действительно благодарны за внимание Совета Федерации к тем вопросам, которые мы обсуждаем. Я действительно постоянно стараюсь быть на площадке комитета обсуждать с вами все вопросы, получая от вас действительно очень серьезную поддержку. Что вот из радостных событий, которые касаются нашей тематики, буквально сегодня поступило разъяснение Министерства финансов Российской Федерации, мы очень долго работали с ними, о том, что субъекты Российской Федерации имеют право обеспечивать софинансирование лесного хозяйства в рамках финансирования региональных программ, ввиду того, что леса находятся в совместном видении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. То есть, с точки зрения предметов совместного видения, я Леониду Владимировичу Горнину благодарен за такую позицию, мы с ним встречались, я его убеждал в том, что необходимо это делать, и такое разъяснение сегодня Министерство финансов выдало. Поэтому, в дополнение к тем объемам субвенций, исходя из того, что многие субъекты переживали исходя из содержания этих соглашений в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности, это 72 субъекта, которые были подписаны, о невозможности включения в расходы бюджетов субъектов соответствующих сумм, есть позиция Минфина, и теперь рисков, скажем так, получения санкций по этим соглашениям, я думаю, этих субъектов нет. Это позиция, которая позволит обеспечить финансирование соответствующих объемов выполнения лесохозяйственных работ. О чем бы я еще хотел сказать? Действительно, финансовый аспект очень важен, я слышу критику в связи с методикой распыления субвенций. Действительно, ввиду, скажем так, недофинансирования показателей по нормативным затратам, исходя из всех объемов выполнения работ по лесным планам, мы всегда будем сталкиваться с тем, что кому-то досталось больше, кому-то досталось меньше. Вот и Владимир Владимирович сегодня мне тоже говорил о том, что в Челябинской области есть определенные вопросы с точки зрения объема финансирования. И с очень многими регионами мы ранее беседовали о недофинансировании. Это были регионы Сибири, Дальнего Востока, наиболее горимые регионы Урала. Но теперь другой разговор, значит, с точки зрения выполнения поручений правительства все-таки по изменению подходов к распределению субвенций, по методике. Были установлены иные показатели, которые в концептуальной своей основе все-таки основываются на площадях авиационного мониторинга и площадях авиационной охраны лесов, с учетом горимости и ущерба, которые возникают. Поэтому здесь, конечно, по методике надо продолжать разговор. Я на что хотел бы обратить внимание, уважаемых депутатов, коллег. О чем идет речь? Значит, очень часто сами субъекты, формируя свои нормативы, допускают достаточно серьезные ошибки. Очень часто субъекты заявляют нам объемные показатели не в соответствии с данными лесных планов, а потому что так исторически сложилось. Так вот неправильно было. Надо заявлять по объемным показателям лесных планов. Нужно корректно определять нормативные затраты. И тогда не будет таких ситуаций, которые возникают в отдельных субъектах Приложского федерального округа. Там же не во всех субъектах произошло снижение, я согласен. Где-то действительно произошло снижение показателей, но в некоторых субъектах показатели увеличились. Поэтому мы отдельно эту тему, я готов эту тему отдельно обсуждать, я готов дискутировать по поводу методики. Мы действительно прошли сложный процесс согласования. Будем дальше беседовать на эту тему. С точки зрения итогов сегодняшнего мероприятия, я действительно поймался на мысли, что я давно столько не конспектировал, но с момента окончания университета это было уже достаточно давно. Очень много интересных идей, предложений очень разных. Спасибо, Николай Петрович, за такую структуру построения этого мероприятия. Мы действительно не обсуждали в целом лесной кодекс, а обсуждали действительно его компоненты, его блоки. Я думаю, что, наверное, общий подход участников дискуссии можно охарактеризовать, наверное, таким образом, что все-таки концептуального изменения лесного кодекса нам не требуется. И при этом, безусловно, есть еще отпленные пробелы как в самом кодексе, так и в смежном законодательстве. Так есть вопросы, которые требуют самостоятельного системного регулирования, имея в виду и законодательство о дикоросах и законодательстве, которое было бы посвящено развитию отрасли охотничьего хозяйства, становлению этой отрасли как самостоятельной отрасли промышленности. И поэтому, безусловно, я считаю, что вот этот диалог нам очень полезен. Он дает нам определенные направления для дальнейшей работы. Безусловно, их еще будет много, но я очень рассчитываю, что вот такие мероприятия, которые позволяют всесторонне заслушать всех заинтересованных участников дискуссии, позволяют двигаться вперед и улучшать правовое пространство, в котором мы с вами живем и работаем, что в целом способствует, безусловно, повышению качества жизни граждан. Поэтому я со своей стороны благодарю комитет, благодарю всех выступающих, участников за слова критики, за слова одобрения и в целом за оценку ситуации и в целом за оценку кодекса, который является нашей настольной книгой, по которому мы живем и работаем. Всем большое спасибо. Спасибо большое. Я завершая, я хотел прежде всего извиниться, потому что у меня телефон полон, смс, сообщений и так далее с просьбой предоставить еще слово, но мы работаем с вами уже три с половиной часа. И это я смотрю, что многие уже покинули наши мероприятия. Я хочу еще раз повторить, что те, кто не успел и не смог, кому и не смог предоставить слово, направляйте свои предложения и тезисы, и выступления, мы их и опубликуем, включим в сборник и, конечно же, учтем в работе. Спасибо большое. Я думаю, что мы еще не раз будем затрагивать все вопросы, которые сегодня звучали. Так что спасибо, будем работать. Спасибо.